Девушки отдыхают 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 Ух ты, красотища. А че, мне? Да ладно. Ха-ха, спасибо. Пока. Ничего? Здорово. Алло. Привет, Олег. Что случилось? Слушай, можно я сегодня Настюху Станцев заберу? У меня для нее сюрприз. Ну, Олег, ну, ты ведь как всегда опоздаешь. Ну, во-первых, не как всегда. Во-вторых, не опоздаю. Все будет нормально. Заберу ее и привезу к вам домой. Послушай, у меня сегодня вечер важная встреча. Я договорилась с няней. Она ее заберет. Ну, отпускай, няня, Оль. Все будет нормально. Я тебя прошу. Пожалуйста, не привезу. Да, скорая. Как ваше имя? Ты готова? Да, мам. Готова. Сегодня после танцев тебя заберет папа. Ура! Ура! Мама! А можно мы с ним домой на метро поедем? Можно, можно. Мы опаздываем. Давай скорой. Ничего не забыли, Самарин? Нет. Сопроводиловка с собой. Ящик заправил. Машину проверим. По уставу подстанции врач обязан сидеть в кабине рядом с водителем. Фельдшер в салоне машины. Нужно мы извинить и заботиться. Не страшно. Там нужно нажать. Позвольте вашу лючку не побрезубить. Олег Александрович. А, Петр Михайлович? Не знаю, как вы, а я вот никогда с таким красивым доктором в одной бригаде не работал. Ну, первый раз такую красивого доктора в своей машине везут. Да вы что? Да. Вы бы на дорогу смотрели, второй раз уже подрезаете. Что, код не указали? Бардак. Как в диспетчерскую позвонить? Ноль три. Издеваетесь, да? Нет. Привет. Прошу. Забаня, что вы стоите? Может, позвоните еще чуть-чуть? Кто там? Ну, а как вы думаете, кто? Скорая? Открывайте. А чем докажешь? Послушайте, вы нас вызвали, мы приехали. Открывайте немедленно. Так вот я знаю. Может, вы бандиты? Какая подстанция? Давай номер, я позвоню, узнаю уроки. Отец, это мы. Открывай, ну. Послушайте, прекратите балаган. Открывайте немедленно. Вы, дамочка, помолчите. Свой документ мне покажете. Ну, понятно. Похоже на синильный психоз. Пора психиатрическую бригаду вызывать. Послушайте, Николай Гаврилович, пока мы с вами шпионов играем, вашему другу там хуже. Ну, открывайте, в самом деле. Что, товарищи, на врачи? Ну, а кто, отец? Сюда, ребятки. Тимофеевич, врачи пришли? Да. Ага, вижу. Здравствуйте. На что жалуетесь? Да, перенервничал, товарищ мой. Мы, значит, козла забить решили и… Николай Гаврилович, разрешите, я с вашим другом поговорю? Ну, говорите, конечно. Мы в домино решили. Ну, значит, он проиграл, но расстроился ужасно. Николай Гаврилович, извините, пожалуйста, вы просто нам мешаете работать. Молчу. Молчу, молчу, молчу. Спасибо. Жмёт сердце отец? Ну, если маленький. Тахиаритмия. Инфаркты бы… Извините, доктор, спрашивайте. Да ну, что вы, товарищ фельдшер, продолжайте осмотры. Да нет, у него инфарктов. У него давление, надо давление померить. Николай Гаврилович, ну, пожалуйста, ну, извините, бога ради, ну, вы нам право нарушаете работу. Жаль, значит, померим. Всё. А этим что, козла забивали? Брата, да нет, это так, это… хулигана одного наказать хотели. 190 на 110. Прекрасно. Вот это вот положите под язык. Уложите. Уложите. Скажите, вы вообще от давления что-нибудь пьёте? Да он вообще не пьёт, доктор. Ну, чего вы такое говорите? Приличный мужик. О, господи боже мой. Это что такое? Козёл недобитый? Так. Ничего себе, капкан на волка? Ботиночек спас, как бы без ноги остался. А деда профессионал, а? А что за плен ведет? А это наркоман местный. И он к Тимофеевичу уже раз залезал, коробку с медалями стащил. Мы их на фронте, а они, значит, на дурь спускают. И я решил отвадить. Раз и навсегда. Я капкан на балконе Тимофеевичу поставил, и я тут полез, и лоп! Тимофеевич мне телефоном, а я молоток прихватил, и всегда уму разума лечить. Молотком? Ну, надо руки поотшибать, чтобы пальцем не смел больше к чужому прикасаться. А Тимофеевич-то чулок с мордой сорвал, смотрит Петька. Соседский пацан, он его в детстве нянчил. Ну, расстроился. Как-то надо снять, дедушка. Ты заклинилась, зараза. Я его и так и едок, ну. И Тимофеевич захерел. Тимофеевичу мы сейчас полечим, уколчик поставим, и КГС сделаем, да, Верова? Да, чего? Поднимайся никак, тут без тебя. И чемодан хирургический прихвати. Давай быстрей. Ага. Ох, зараза. Я сейчас подойду, ладно? Ну, что с тобой делать-то, а? Да я наркоман я. А кто? Где диск купить? Танковые игры. Пятая версия, между прочим, вышла. Да ты что? Мальчик мой, между прочим, на фронте в твоем возрасте вот эти вот деды настоящих тигров валили. А вы с дружками только игрушки играете, пью-пью. Не стыдно? Тебя забыл спросить. Язык прикуси. Ты вообще знаешь, что тебе за это грозит? А я несовершеннолетний и ничего не украл. Давайте, вызывайте своих ментов. А, ты смелый у нас, да? Полиции не боишься. Молодец. Правильно. Михалыч, где наш любимый ампутационный набор? Здесь. Я думаю, следует обратиться к восточной мудрости и отпилить вору руку на фигу. Одну? Опит. А вы что, гонитесь? Тут только вкали ему в вену, побольше анестезии, чтоб прям память отшибло. А потом в лесок увезем и оставим. Э, да вы что? Вера Ивановна, как вы думаете, сколько анестетику лучше сделать? У вас двадцать, да? Нет, ну двадцать, мы же не звери, мы еще не в этом ставим. Пятнадцать, да. Вы правы, пятнадцать. Вы что, это серьезно? Ох, люблю я это дело. А вы знаете другую методу? Подождите, не надо, стойте. А что ждать-то? Олег, он все понял, не надо. Доктор, идите к пациенту. А вы меня трогайте руку. А вы, пожалуйста, не мешайте, я не буду оставить руками, не надо. Подождите, не надо. Надо, Федя, надо. А зачем тебе руки? Ты кроме роста все ничего не умеешь. Мама, стойте, стойте, подождите. Нет, нет, нет. Сейчас. Все, пойди. Мама. Какая мама? Не поможет? Прекратите немедленно. Так, доктор, выйдите отсюда, там пациент у вас умирает. Я просил вас не трогать. А я просил вас не решать, пожалуйста. Нет, вам, пожалуйста, не надо. Мама. Как вы себя чувствуете? Помогите, помогите. Отлично. Помогите. Спасибо. Спасибо. Своего первого «Тигра» я в шестнадцать сделал. Аккуратней. Гранат нет. Смотрю, а у него люк открыт. Так я на него со штык-ножом залез, и водилу к сиденью пришли. А-а-а, молодец, это да. Не надо, не надо. Сам? А мы с Петром Тимофеевичем в десантно-штурмовых до самой победы. Вы меня это, извините, пожалуйста, выздоравливайте. Иди сюда. Денег хочешь заработать на игру свою? Да. Санитаром, понимаешь, работать? Пойду. Хочешь на полы драй, всяким другим интеллектуальным поводом заниматься. А, поддели кадров вот здесь по адресу. Найдешь Людочку, скажешь, что сама она поможет. Хорошо. Все? Да. Убегай. Вот с такими дедами и победить в войне мы просто не могли. А-а-а, это да. Значит так, Самарин, это была ваша последняя выходка в моей бригаде. В вашей? Именно. Или вам напомню, что в конечном итоге я за все отвечаю, а ваши выходки противозаконны и аморальны. Вам ясно? Вполне. И я вам не девочка на побегушках. Пошла туда, сделала то. Я врач. Вы фельдшер. Я прошу соблюдать субординацию. Я понятно излагаю? Да. Я главная. Мне все подчиняются. Я прошу это запомнить. Раз и навсегда. А теперь едем на станцию. Разрешите? Прошу вас. Да. Да. Из министерства? Да, 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 конечно. Я жду звонка. Да, для собеседования. Как сегодня? Сегодня собеседование? Подождите, у меня нет с собой документов. Да, я поняла. Да, я решу этот вопрос. Хорошо. Да, до встречи. Спасибо. На втором светофоре поверните, пожалуйста, направо. Заедем ко мне домой. Уже увольняйтесь. Я быстро. Михалыч, я к тебе. Вот стерва. А праку не ноль, а понтов у нее на сто главврачей. Аж короны облака задевает. Я таких дамочек знаю. Ну, вот увидишь, если через неделю она не уволится, то еще через неделю она своей в доску ставит. И это? Да. Неужели. Ну, забьем. Даже не буду забивать. Ну, на мороженое. Михалыч, проспоришься равно. Слушай, давай развернемся, пока ее ждем. Чего? Так больно? Да ничего страшного. Легкие уши просто. Да это вам ничего страшного. Вы не понимаете? Это конец. Это конец всему. К чему конец-то? Ты жила, здорова. Кто тебя под колеса-то просил? Увиди, ради бог. Господи, я пропал. Чего, подожди. Давай без понятия. Чего пропал? Чему конец-то? Тебя как зовут? Лиза. Так, меня Олег. Я балерина, понятно? И у меня сегодня прогон спектакля. Я полгода репетировала тут. Не плачь, подожди. Ну, ничего страшного. У вас в труппе есть врач? Варвара Семеновна. Вот подходишь и говоришь, Варвара Семеновна, сделайте мне, пожалуйста, заморозку. У нее есть заморозка. Она тебе сделает заморозку, на два часа хватит, отпляшет свой спектакль в лучшем виде. Ничего страшного. Чего рыдать-то так? Да не отпляшу. Почему? Варвара в отпуске. А если хореограф заметит, что я хромаю, то мне заменят. А сегодня прогон решающий. Все, не плачу. Хочешь, я сам приеду, сделаю тебе заморозку. Инкогнито, ни одна творческая единница не узнает. Я тебе обещаю. Правда, приедет? Правда, приедет. Давай телефону. У меня батарея висела. 33 несчастья. Не плачь. Давай, тройку, прошу. Лиза. Балерина. Это я понял. Так, вы как приедете, обязательно мне позвоните. Потому что вас без меня не пропустят. Хорошо. Давай. Давай. Всего пока. Не пухом. Будь осторожен. Едем. Едем когда-нибудь дверь, вы не чините эту? Принимайте вызов, только странный какой-то. Будьте там поосторожнее. Что там, Лена? Опять белочка у кого-то? Не знаю. Звонит мужик, орет, говорит, что умирает. Что с ним не признается? Если расскажет, то с ним тот свет отправится. Принято. Проходите. Скорей, скорей. Анатолий, что беспокоит-то? Ой, да я с ней когда разговариваю, лечите меня скорее, я умираю. А сейчас полечим, обязательно. Сколько лет вам, Анатолий? Скоро, скоро будет пятьдесят. Тахикардия. Ну а что болит конкретно, Анатолий? Очень, очень сильно болит голова. Голова болит. И мне очень плохо. Покажите мне язычок. А, сухость во рту, а зрачки расширены. И гиперемия кожных покровов у нас. Ну что, я думал, что интоксикация на листу. Доктор, вы согласны? Доктор согласен. Анатолий, скажите, наркотики употребляем? Да нет же, доктор. Тут совсем другое дело. Только не помешу, не отреком. А, я понял. Я понял. Все понятно. Что же вы сразу не сказали, Анатолий? Тут вот, оказывается, в чем проблема. Оказывается, живет за стенкой колдунки. Да, доктор, я же вас просил. Говорите, тише. Анатолий, простите мне, что я говорю громче. Но дело в том, что вы не ту службу вызвали, Анатолий. Вам нужно обратиться и к другим специалистам, более квалифицированным. Почему? Мы не по этому. Что вы, что вы? Я никаких дел с экстрасенсами не имею. Это опасно. Ну какие экстрасенсы? Не экстрасенсы, а то же медики. Тоже добрые люди, хорошие. Они вам помогут. Они вас везут туда, где вас ни один колдун не найдет. Анатолий. Молодой человек. Молодой человек. Я ведь действительно себя очень плохо чувствую. Но я не особо большей. Да что же вы такое, а? Да. Действительно, на лестничной площадке живет настоящий колдун. Да не знаю. Мы с ним поругались, а он порчево меня наслал, а я чахну. Ну вы, дети, проверьте, ну проверьте. Вот дверь далеко. Хорошо, я выйду проверьте. Пойду проверьте. Пойду психов вызову. А вы только отвлеките. Как его я влеку ко мне. Вы же в температуру, вы поверите давление. Лучится же, человек. Простите, вы тоже к господину Вригелиусу? К кому? К Вригелиусу. К Вригелиусу. Слушай, ты действительно есть колдун. Самое натуральное. Ну, убедились, я же, я же говорил. Доктор, спасайте меня, потому что я умирую. Обязательно, Анатолий. Только скажи, чем так воняет? Да. Ой-ёй, это отвар на кухне. Ух ты. Ой-ой-ой. И давно вы самолечением занимаетесь? Ну, как этот сатанист на меня порчу напустил, я бороться стал. Что, народные средства, отвары, полынь, корень, Коперника, это да. И вот, и вот этого, да? И это да. Можно? Беладонна? Так точно. Дурман-трава. Там атропин. У нас на лицо клиника отравления, эмхалины блокаторами. Вы верите во всю эту чушь? Эти колдунные ведьмы обыкновенные шарлатаны. Нет, вы очень ошибаетесь. Я никогда не ошибаюсь. А вы придумали, убедили себя, что умираете и занялись еще к тому же самолечением. Я, профессор, с вами не согласен. Почему же ерунда? Совсем не ерунда. В смысле? Просто вопрос, чем лечить. Вот у меня есть, например, специальное средство как раз для таких случаев. Это какое? Это вода из степей Аркаима, заряженная шаманами, очищает от любой порчи из глаза. В нашей работе вещь необходимая, вы понимаете? Поэтому всегда вожу с собой. Но вижу, что вам нужно. Владеете. Спасибо, доктор. Понимаете, по столовой ложке перед закатом. Главное, никаких трав, иначе в их пропадет. Ух ты. Я чувствую энергию. Да, сквозь пластик чувствую энергию, доктор. Мне дышать даже стало легче. Спасибо. На здоровье, доктор. На здоровье. Ух ты. Все нормально, Сереж. Подготовьте отчет и все. Ну что, как дела? Сработались? Да нормально. Слушай, Натя, ты не могла бы меня пустить на часок. Местерство на собеседование. Я во время беда съедшит. Что, уже позвонили? Ну да. Расскажи мне двух слов. Натя, ну не улыбайся. Так мы ж пока сгоняем в театр. Ты же обещал балерине ногу морозить. Все равно обед. Давай, поехали. Точно. Привет, дочь. Привет, папа. Привет, родная. Ну как ты? Нормально. Да, у меня для тебя сюрприз. Тебе понравится. А какой сюрприз, пап? Не скажу очень сюрприз. Ну папа. Не скажу. Ну, я сегодня пятерку по-английски не получила. Ты моя умница. Я тебя поздравляю. Молодец. Молодец. Я соскучилась с Пикеном, папа. Я бы тебе тоже очень соскучился, Зайка. Я за тобой приеду. Целую тебя. Давай. Пока, папа. Как у тебя с Ольгой? Да. Проехали. Все в прошлом. Главное, с дочкой могу видеться когда хочу и сколько хочу. А остальные не важно. Не важно. Играет музыка. Не важно. Девушки отдыхают в грым. Главное, с дочкой. Прямо душа не на месте, ну как так у меня получилось. Чуть не покалечена девочка-балерина, да ещё такую симпатичную. Да ладно, скажи честно, Михал, что это такой твой профессиональный способ, на какой он создал меня. Да она мне в дочери годится. Ага. Ты что ж так и не зарядила, что ли? И что теперь делать? Ну, что делать? Прорываться что-нибудь. Молодой человек, вы куда? Что же вы, Пал Палыч, допускаете нарушение санитарного режима? Чего? Я говорю, жалобы на вас поступают на нарушение санитарного режима артистками кордебалета. И вы, кстати, готовьтесь, вами займусь на обратном пути, мне туда? Ну. Здрасте, барышня. Здрасте. 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 Не стесняемся, я врач, мне можно. Врач? А по какому поводу? Что новеньким в нашу труппу? Вас что, не предупредили разве? Проводится срочная вакцинация, от них сколихорадки. Новое постановление Минздрава нужно прививать всех, кто участвует в постановках на камере Египта. Кто самая смелая? Вижу по глазам. Я могу первой. Врач сказал мне. Пойдемте, доктор. Я снова снилась ты в цветах на шумной сцене, безумная, как страсть, спокойная, как сон. А я повергнут и склонил свои колена и думал, счастье там. Я снова покорен, но ты, Офелия, смотрела на Гамлета без счастья, без любви, богиня красоты. И розы сыпались на голову поэта, и с розами лились, лились его мечты. С ума сойти. Да у вас талант. О, да. Это не у меня, это у Бога. Довольно ты, ладно? Да. Так, чувствуешь? У-у. Хорошо. А так? Нет. А так? Нет. Ну, прекрасно. Всего можно летать. Спасибо. Конечно. Параловныч. Параловныч. Чего? Давай прячемся. Пячемся. А кто это? Наш хореограф-постановщик. У вас очень хорошие рекомендации. Спасибо. Понимаете, место в министерстве, на которое мы вас приглашали, сейчас уже занято. Я сожалею. Но у нас открылась одна вакансия. Собственно, для чего мы вас пригласили. Ушла на пенсию заведующая кафедры факультетской терапии в одном из наших университетов. Собственно, эту должность мы готовы вам предложить. Спасибо. Это... это очень приятно. А где? На медицинском факультете Новосибирского университета. Где? На Новосибирске. Это невозможно. У меня тут дочь, я не могу. Спасибо тебе. Ты приходи на спектакль, и я тебя приглашаю. Обязательно, Лизок. Ты только телефон заряди, а то опять тебе не дозвонят. Хорошо. Олег, Самарин. Какая встреча? Слушайте, а говорят, у нас тюремная система негуманная. Он заключённый по театру шаст. Всё такой же приколист. Я только что подписал договор на комплексное медицинское обслуживание нашей клиникой первых артистов театра. Здравствуйте, я вас на репетиции видел. Да ладно, мы там все на одно лицо. Ну, для кого как. Я вас сразу отметил. А, Игорь Сенцов, врач. Лиза, балерина. Бывший врач. Специалист по пациентам одиноким с жилоплощадями. Директор крупной частной клиники. Вы прекрасно танцевали. Спасибо. Я уверен, что скоро вы станете примой этого театра. Я обязательно на вас приду посмотреть, даже если не пригласите. Ну, почему же? Я вас приглашаю. Зря стараешься. У неё квартира съёмная. Ладно, Олег, я пошла. Спасибо ещё раз. Приходи на спектакль. Вы тоже приходите. Спасибо. Давай, осторожней. Пока. Олег. Я надеюсь, мы не держим зла друг на друга. Это уж точно нет. Что было, то прошло. Меня отстранили от практики, но её в порядке. Да. Клиника у нас богатая, клиент отборный. Тебя не зову, знай, не придёшь. Я слышал, ты уже фельдшером на скорой пашешь. Работаю. Всем доволен. Я всегда восхищался твоей преданностью дела. Но вы генимся немножко за сколько. Какие есть. Да извини меня работать. Да, да, конечно. Конечно. Рад был встрече. Кстати, ты слышал, что Васильцова на подстанции рассказывает? Я не собираю сплетни. Привет. При чём тут сплетни? Люди рассказывают. Я не хочу о нём говорить ни сегодня, ни завтра, ни когда. Окей? Я понял, понял. Спасибо. Пост дал, пост принял. Мужики. Здорово. Как смена? Здорово, Вася. Нормально. Без работы как ты любишь? Ну, так же, как и ты. Седьмая ДТП на Сиреневе. Скорую вызвать случайно следители. Да? Риза, а чё, нет никого больше? У меня все на линии, Олег. Свободы только фельдшерская и детская бригада. Ну, там, похоже, тяжёлый случай. Здесь раненые. Что им отдать? Вася, выручишь? Не, Олежка, меня даже не проси. У меня ещё двадцать минут свободного времени. Что случилось? Конец смены. Просит кого-нибудь вызов отдать. Третье посылаю. Далеко они не успеют. Вася, будь человек, а меня дочь ждёт, а? Самара, тебе хоть иногда надо читать должностные инструкции. Поехали. А не дай бог, а там кому-нибудь сильно действующей вколю, а? Что тогда писать? Как в свободное от работы время частной практикой баловался? И наркотические средства казённые разбазаривал, а? Фельдшерскую посылай, пусть учатся. Не-не, Рит, мы едем, всё нормально. По матрёшкам? Развещали. Поехали, поехали, Михалыч. Пожарная еда. Поехали. Поехали, Михалыч. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Щена, слышите меня? Да, да. Слышите, где болит? Да. Бедро сломано, таз вероятно. Чем-то. Рёбра тоже сломаны. Самарин, там огонь! Кость держит пока. Его надо вытаскивать. Сначала обезборить. Вы понимаете, что мы сейчас взорвемся? Михалыч, а вам приказывать, помогите, надо вытащить. Вера, вы нельзя его трогать сейчас, мы его просто угробим, понимаете? Мы сейчас все взорвемся, чертовой матери, вы понимаете? Или нет, его надо вытащить. Вера, у вас все сделает, только не мешайте. Прошу вас, позовите ДПСников помочь. Ну, мы взорвемся, сейчас уже… Не мешай работать! Посадите ДПСников! Да, я поняла. Что вы стоите? Где пожарники? Где МЧС? Там дымонька, пожар! Демочка, успокойтесь. Пожарная уже ела. Пошли, со мной нам помощь нужна. Давайте быстрее, машина кончится, вверх! Идите быстрее! Олег, готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно, слышите? Очень нежно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть, Валерий. Держим, держим. Вот сюда, по-моему, с главой. Вот сюда, вот сюда. А вот. Пошли, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы жестокий, самоуверенный и слышите только себя. Вы допускаете преступную самодеятельность, подвергая опасности жизни своих коллег. Мои приказы должны выполняться неукоснительными. Послушайте, Вера Ивановна, раз пошел такой откровенный разговор, мне вам тоже есть что сказать. Олег! Тихо, Михаил Михайлович, вы из тех людей, которые из института стремятся попасть в аспирантуру, чтобы творить науку, только вы крови не нюхали. Трупы вы видели, наверное, только в анатомичке. Да и с кафедры у вас поперли, что-то с наукой не задалось, наверное, у вас. Я просто попала под сокращение. Вот и шли бы вы, Вера Ивановна, кое-нибудь подальше в министерство. А хороший я врач или нет, это не вам решать. Кто вы такая? Вы врач-теоретик. Да, я врач-теоретик. Я пятнадцать лет учу таких, как вы в Самаре. А потом ваших студентов долго и безуспешно переучивают врачи практики, такие, как я. Врач-практик! А у вас диплом-то есть? Да, любимый, я уже еду к тебе. Да нет, ну просто здравствуй, ну да боже. Да чтоб тебя! Папочка! Папа, привет! Ничего не меняется, Олег, ничего. Ты меня просил, умолял, я тебя предупреждала. Да у меня был срочный вызов. Ну после внешней она сидела полтора часа одна у охранника. Ты же считаешь, сколько у тебя дела одного? Ты сорвал мне важную встречу, Олег. Ой, ну у меня же совсем другая ситуация, ты же понимаешь. Конечно, ты же у нас уникальный, Олег. Кроме тебя некому спасать людей в этом городе, некому. Ладно, ладно, все, успокойся. Можно мы просто с Настюхой пообщаемся, мы ли у меня есть кое-что? А я тебе ничего не нужно. Ты можешь ехать на свою чертову подстанцию, Олег. Ну, мам, ну пожалуйста, папа! Садись в машину, я сказала. Оль, я просто хочу с ребенком пообщаться. Ты чего? У меня сегодня уже поздно, невозможно. Пойдем, стань глупости, говорю. А я сказала тебе нет. Знаешь что, это мне решать. Нет, это не тебе решать. Ты вообще ее скоро не увидишь, понял? Потому что мы уезжаем. Куда? В Новую Зеландию, на ПМЖ. Я тебе давно хотела сказать. КОНЕЦ Салатик, все доброе. Доброе утро, Лен. Доброе. Доброе утро. Доброе утро, Вера. Как настроение? Доброе утро. Слышу, у вас тут на подстанции есть традиция интересная. В общем, самарин, а где мой кофе? Какой кофе? Я ваш кофе не брал. Хотите его? Давай пропейте. Нет. Я хочу свой. Принесите-ка мне чашечку. Не понял. Ну как же. У вас есть традиция. Утром фельдшер готовит своему врачу кофе. А я слышала, что ваш кофе особенно в чести. Так что я жду. Прощение просим, леди, сливки и бля-манджи еще не завезли. Благодарю. Самарин. Кому-то еще фирменного? Прекрасный кофе, чего и не понравился. Олег, ты что, сегодня не с той ноги читал, что ли? Да нет, почему? У меня все хорошо. Жизнь прекрасна, Михалыч. Жизнь изумительна. Не поверишь, просто волшебна. Твоя бывшая, тебе что ли, опять мозги накрутила? Нет, нет. Она просто хочет увезти мою дочь в Новую Зеландию. Так все хорошо. Слушай, ну куда? В Новую Зеландию, Михалыч. На ПМЖ. Вы неугомонная баба, прости господи. Но по закону у вас равные права на ребенка. Да, но у нее муж адвоката, ну знаешь, куда мои права засунули? Ну это ясно. Седьмая. Ваш вызов к машине, господа. Девочка с шести лет. Укус паука. У матери боли. В области груди. Давид паук? Неизвестно. Тогда мы к кому едем? К маме или к девочке? К обеим. Все детские скорые заняты. Адрес по нашему району. Просили помочь? Прошел на рацию. Да откуда у нас пауки-то? Что, Африка или Средняя Африка? Лен, прием. Лен, уточни еще раз по девочке. Кто укусил? Когда? Сколько времени прошло? Да я сама ничего не поняла. Мать рыдает, кричит, спасите, помогите. Я только успела сказать, чтобы она лед на рамки положила. Она трубку бросила. Ладно, разберемся. Вообще-то обычно используется сыворотка. Да? Да. Ну, слава богу, пациент спасен. У вас сыворотка с собой, я надеюсь. Простите. Ты можешь дверь открыть? Сейчас, дорогой. Ты можешь хотя бы дверь открыть? Я тебя спрашиваю. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тебе говорила, это врач. Не вы, ты орала, мне ухо. Я орала. Проходите, пожалуйста. Так, тапочки у вас какой раз. Да, им не тапки, потому что полотенце и руки были. Да, отлично. А полы потом ты будешь мыть, да? Простите, кто здесь мать? Я мать. Да вам же лучше. Да я умру сейчас. Проходите в детскую. В гостиную. В детскую, проходите, пожалуйста. Ты что, не понимаешь, что людям еще нужно хотя бы помыть руки? Ты можешь просто проводить людей в ванную и помыть руки? Ты можешь, слушай, не выводи меня из себя. Я тебя в оба... Так, спокойно. Тише, тише. Спокойно. Бабочка такая красивая была. Потом пришел огромный-преогромный паук. Страшный. Укусил меня. Бабочку схватил и убежал. Вы понимаете, нам очень важно знать, какой точно был паук. Тогда будет легче определить тактику лечения. Мы понятия не имеем. Скажи мне, Кристиночка, а ты сможешь этого паука на картиночке узнать, если мы тебе его покажем? Сможешь? Сможешь? Умница. Есть интернет у вас? Да, сейчас. Покажите, пожалуйста. И воды теплой принесите. А какой температуры и сколько? Слушай, а ты можешь просто сделать то, что просит доктор? Слушай, а ты видишь, я занят. Ты можешь сама принести? А, ну, конечно. Здесь только я всегда свободная. Так, стоп, я сам схожу. Сделайте, пожалуйста, косыночную повязку. Кристина, смотри, этот? Может, этот? Доченька, соберись. Смотри внимательно, пожалуйста. Вот еще. Самым опасным является Атракс и Тарантула. Все прям. Питая в Средней Азии. Вот недавно от укуса пиццелотери умер младенец. А укус каракурта может вызвать вообще сердечную недостаточность. Или параличность. Да, мы все уже поняли, что вы очень умная. Особенно ребенка, которого напугали. Иди сюда, Кристиночка. Давай снимем штук. Вот так. Кристиночка, сейчас эта каша будет быстро, быстро тебя лечить. Ну и что это у вас? Для активированной. Быстро и надежно. Фельдшер один научил, знакомый, на Кавказе. Ты можешь найти этого проклятого паука, а? Слушай, я уже всех пауков мира перебрал, но он не узнает она. Скажу, ты что-нибудь можешь сделать нормально? Хоть что-нибудь? Этот, этот! Латра дектус. Каракурт? Укус смертелен. Доченька, 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 доченька. Гаракурт! Вы что, оглохли, что ли? Есть сыворотка у вас? Полтора часа прошло с момента укуса. Готовьте! Давайте! Все, больницы нас ждут, все его ротков колят. Капельцу поставят все выхреши. Она вообще домашний ребенок. Вот какой каракурт? Откуда каракурт? Ты понимаешь, что это ты во всем виноват? Ты это понимаешь? Делала бы сама дома. Кто же меня родит? Ты по школу-то в доме, ты мне по магазинам не шлялась. Ты вообще не отец, знаешь кто? Хватит лайц, говорю. Сейчас высужу вас. Нет! Он не виноват! Вот кто укусил! Вот! Перестань, перестань, перестань. Тихо, тихо. Кристиночка, ты хочешь сказать, что никакого паука не было, да? Был паук в телевизоре. Он девочку укусил, и она умерла. Я видела. И ты придумала, что тебя тоже укусил паук? Да, мама с папой ругаются, ругаются. Я подумала, напугаю, что умру, и они перестанут. А они все равно. Михалыч, тормози. Да, хорошо. Настюша моя умница. Она у меня танцами занимается. Мы с ней настоящие друзья. Иногда вот не все получается так, как хочется, понимаешь? Но я Настюху очень люблю. И твоя мама с папой тебя очень любят. И очень за тебя переживают. Я это точно знаю. А зачем они тогда кричат? Кристина, ну ты же умная девочка. Ты их прости. Они... Ну, всякое в жизни бывает. И хорошее, и не очень. Иногда просто мы не в силах что-то изменить. Дядя, доктор, ты не переживай. Все у тебя будет хорошо. Потому что ты очень, очень хороший. Дядя, пей. Покатай еще пока. Покатай Кристину, накачай. Мы пока с мамой, папой болтаем. Пойдем, накачали. Короче, ребята, если вы не перестанете скандалить, с ребенком действительно что-то серьезное может случиться. Степун, он на язык. Вы что, не понимаете? Она может из дома убежать, под машину попасть, я не знаю, утонуть, из окна выпрыгнуть, пока вы отношения выясняете. Даже не заметите. Доктор, давайте мы с вами разберемся, хорошо? Да мы видим, как вы разбираетесь. Вы что, не понимаете, что ваше поведение травмирует психику ребенка? Она что, ваша собственность? Ну, слушайте, это не ваше дело. Да что вы говорите? Ну, в таком случае я просто буду обязана принять меры по защите интересов и здоровья ребенка. Слава Богу, в нашем законодательстве такая статья есть. Ну, и что нам делать? Разводитесь. И ведите к семейному психологу. Ну, есть же какие-то варианты. Надо же что-то делать, нельзя так оставлять. Кристина, мы с мамой и папой обо всем договорились. Они больше не будут ссориться. И они тебе это прямо сейчас пообещают. Ты не верь. Я тебе верю. И маме с папой верь. Вера Ивановна, спасибо, что поддержали. И сори за кофе. Привет. Скажите, Верона, откуда уехал пауков, чтобы узнать? У вас какая-то тайная страсть к архнологии? Или просто они ваши собратья по духу? Я не думаю, что я похожа на хищницу. А что касается пауков, у меня муж был ученый в этой области. Ты слыхал, Михайлович, у нашего профессора был муж. А я думал, вы это убежденная феминистка. И что же случилось с этим несчастным? Он умер. Я предвосхищаю вашу следующую шутку. Самарин, нет. Это не я свела его в могилу. У него был рак Лёгко. Нет, извините, Вера Ивановна, но так бы я никогда не шутила. Слыхал, Михайлович? Мотай на уст, профессор свободен. Седьмая, ваш выбор, спешите. Да, 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 да. Сюда, сюда. Вы вызывали? Да, да. Здравствуйте. Пойдемте, пожалуйста. У меня же жене плохо. Подойдите, пожалуйста. Вот. Вот. Вы только не подумайте ничего такого. Я просто собирался ехать по делам. Что? Да ты к любовнице собирался. Да какой любовница? О чем ты вообще говоришь? Ты меня, вы только, пожалуйста, не развязывайте. Она меня убьет. Я вообще ничего не смогу рассказать. Хорошо. Расскажите хотя бы, кого лечить-то? А чего? Включите ее. Смотри, я собирался по делам, я ей говорю, а она подумала, Света, что я и вру. Я ключ взял в машину, а она за мной, как она бросилась на меня и давай меня ловить. Я просто хотела ключ у тебя забрать. Да что ты говоришь? Ты меня за руку цапнулась. Иди молчи. Забрала ключ у меня, схватила его и себе в рот, понимаете? Ну, типа спрятала, как будто бы. Я ей давай туда-сюда, и пока мы с ней пихались, так она его проглотила. Как он только вообще провалился туда, к тебе, не могу понять. Да, вот так. Ну, видимо, снижен глотательный рефлекс. Ну, обриней. Ножницы, будьте добры. Ножницы. Отлично вообще. У нее рефлекс снижен, а мне-то ехать надо, вы понимаете? Тут же дело в том, что если ключ не в машине, то она не заводится. Там такой специальный чип. Светочка, Светочка, я тебя умоляю, потеши, только не надо. На такси, на такси вы не могли поехать? Ну, какое такси, вы понимаете? Я же, я же тебе дура хотела доказать. Как ты не понимаешь? Истинничка, что я работать еду, понимаешь? Работать! Да, работай! Так, девочка, успокойтесь. Успокойтесь, Свет, ты ничего не сделала. Слушай, Сомарин, у нее, по-моему, истерика началась. Такая ревнивая, что она меня руку укусила, и я в газон улетел, колесо лопнула. Выпустите! Свет, ну неудобно уже. Уберись! Просто удивишься, не мать! Свет, сейчас укольчик, укольчик тебе сделаем, все, не бойся. Ничего не надо бояться, все-все будет. Успокойся, а это же не больно. Тихо, 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 тихо. Это успокоительное. Очень хорошее. Пять минут, а не рвана. Доктор, вы ж согласны? Да, да, да. Вы ж доктор согласны. Михаил, забери чемодан, пожалуйста. Угу. Ну что, надо везти в больницу. Гастроскопию делать. Сомарин, да, ампулу я номера обобью. А то я же весь отчет по сильнодействующим сделала. Надо было им на сегодня фортан делать, да? Там такая истерика была. Кошмар на улице, а другим бы не сняли, кажется. Сомарин, даже слух не произноси. Да не, ну здесь она. Здесь, здесь точно. Она же к себе пловала. Можно? Сомарин, вот вы где. Вы ничего не забыли? Ампулу от фордама мне отдали. А забирать кто будет? Господи. Лера Ивановна, я ваш по гроб жизни. Просите, что хотите. У меня собеседование тут рядом в клинике. Прикроете? Надо, Евгения Владимировна издевался. Теперь и за меня взялся. Встаньте с коленок. Хватит паясничать. Ну что, я вижу, сработались. Да хам тронг, Сомарин. Слышь, Михалыч, Казанцов все-таки человек. А я тебе что говорю? А могла бы тебя подставить. Я бы на ее месте так и сделал. Этот телефон балерина у нас в машине нашел. Ну так чего? Пока Казанцева нет. Давай сгоняем по-быстрому. Вернешь телефон? По-быстрому. Ленке скажи. Лен, мы тут сгоняем по-быстрому в одно местечко пообедать. Какое что такое местечко? Будешь много знать, что они сморщенные и печальные. С нас шоколадок, ладно? Лучше банки соленых огурцов. ТАРТИН 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 Человек или просто так сидишь. Ну позови девочку Лизу из корнебалета, пожалуйста. Я бегать за каждой не нанимался. Папаш, ну что ты злой такой? Может, у тебя болит что-то? Скажи, я помогу. Да ты мне уже помог. Что, думаешь, я тебя не узнал? Никаких эпидемий в театре нет и не было. И жалобы никто никуда не писал. Так что иди отсюда, шут гороховый. Не знаю, куда, просто не понимаю. Лиз, на вашем месте я сейчас вы без раздумий. Кроме прекрасной компании, там хорошая музыка. Поверьте, не я знаю толк ресторана. А какие там десерты вы себе даже не представьте. Ресторатор. Руки убрал от меня? Олег, ты что, с ума сошел? Даже имя ее забыли. Ты не ту жертву выбрал, понял? Я тебя предупредил, у девочки нет родственников и квартир. От Тулы до Владика. Давай чищать сюда. Ты что, пьяный что ли? Ты зато трезвый. Чешей, я сказал. Лиза, до свидания. Пока. Чего он хотел от тебя? Да, ничего не хотел. Я шла в театр, а тут он. Мой тебе совет, держись, от него подальше. Вот почему? Просто поверь мне. Поверь. Ну, хорошо. Хорошо. Слушай, а ты-то тут что делаешь? Мы с тобой тоже потеряли. Вот так вот, матрешки, кто-то потерял свой телефон у нас. Спасибо. Давай, владей, больше не теряй. Спасибо. Ну, все, я пошел. Спасибо. Слушай, Олег, подожди, а ты мог бы мне сегодня вечером ногу заморозить? Просто у меня спектакль, и я до сих пор еще чувствую ушиб. Да, Зок, я бы с удовольствием, но не могу никак. У меня дежурство сегодня. А может, я сама? Ты мне дай тот баллончик? Слушай, сама опасно, потому что, может быть, передозировка ногу сейчас обожжешь. А я чего-нибудь придумаю. Я приеду вечером. Хорошо. Вот, два пригласительных. Приходи с Михалычем, с девушкой, с подружкой, с кем захочешь. Только единственное, я выйти не смогу, но скажешь ты ко мне и тебя пропустят за колес. Хорошо. Да, спасибо. Я приеду. Я буду ждать. Всего до вечера. Доцент кафедры профессиональных болезней. Кандидат медицинских наук. Неплохо. Однако, у вас совсем мало опыта в руководящей работе. Но все-таки замглавврача по терапии, прежде всего, менеджер, а потом уже врач. Ну, поверьте, у меня есть такой опыт. На кафедре чего только не приходилось делать. Скажите, Вера Ивановна, а сейчас вы где-то работаете? Ну, как вам сказать. Предложений очень много. Очень. Но в данный момент, нет, не работаю. Господин профессор, Вера Ивановна! Карета подана! Вера Ивановна! Алло! Вера Ивановна хочу! Алло! Это вас? Нет, что вы! Профессора Казанцева просит пройти на свое рабочее место! Очень интересно! Профессор Казанцева, пройдите на рабочее место! Ну, я пойду? Профессор Казанцева, пройдите на рабочее место! Ну, я пойду? Идите! Профессор Казанцева, пройдите на колене скорой помощи на социальной площади перед зданием аэровакцово. Самарин! Ну, где же вы кости? Ну, сейчас! Я всегда рад умереть от вопроса на аналог! О, попала! Срочно! А машину-то за что? Срочно! Как ставить рамки, ты знаешь? Удопонименный врач! Отверните, все переоделись. Что, опять не взяли, да? Послушайте, почему вы думаете, что имеете право так разговаривать с людьми? Да, я действительно ищу работу, и это не повод для шуток. Потом, я старше вас, я доцент кафедры. Что, забыли сказать, кандидат медицинских наук? Совершенно верно! В конце концов, какого черта? Что вы сегодня звоните? Отвернитесь, я сказала! Скорая! Скорая! Стой! 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 Там авария! Козырь прямо в остановку! Люди много! В крови! Садись быстро, дорогу покажешь! Быстрее, садись! Быстрее, быстрее! Михалыч, вызываем ЧС и наших на свободе! Мы на улице Ивовая, дом 2! Все начинаем! Спасибо ДТП! Поняла тебя, Михалыч. Пострадавшие есть? Есть, Лев! Сейчас не скажу, сколько! Вера, помогайте! Снова стоите! Помогите! 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 Выходите! Садитесь на тракт! Не трогайте! Помогите! 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 Вера! Подойдите, пожалуйста! Вера! 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 Вы меня слышите? Вера! Спасибо! Михалыч! Пойдем домой! Аккуратно! Сядь, 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 сядь! Аккуратно двигай на меня! Не надо! Сядь! Привет, ребят! Вот это вот забирайте! Черепный мозговый травм, открыт пленом боли! Щек три! Я его обезболил! А здесь? И вот это вот со жгультом! Там, похоже, локтевая артерия! Давай носилки! Вера! Вера Ивановна! Я никогда такого не видела! Простите меня! Вера! Вера, бывает! Первый раз в секретаре! Я растерялась, как первокурсница! У меня со мной никогда такого не было! Господи! Как вы тут работаете? Работаю, Вера! У всех бывает! Правда! У меня, например, знаете первый раз в Кремлоне? В армии! У нас массовое поступление! Куча раненых! Во всех палатках операция! А я растерялся! Вот так же, как вы! Ничего не соображаю! Просто воруйте! Все забуду! Ну, мне начинай попался! Человек! У меня с грудки тряхнул! Стакан спирта в зубы! И говорит, давай саму помогай! А я пошел помогать! Все приходит с опытом! А где вы служили? На Кавкаре! Ну, что? Ну, все! Что у вас на улице? Субтитры создавал DimaTorzok Мне же все телефоны оборвали. Звонили из МЧС. С благодарности. Мы ведь работаем на репутацию нашей доблестной подстанции, да? Да. Надежда Геннадьевна, а могу я в таком случае рассчитывать на взаимность? Ну, сегодня можно. Что у тебя? Отпустите, пожалуйста, пораньше. А вот так надо. Ну, что случилось-то? Ну, мне надо дочку бывшую перехватить. Вчера не получилось. Я ее давно не видел. Соскучился. А работать кто будет? Надь, ну, отпусти. Осталось всего полтора часа. Я думаю, мы уж справимся с Петром Михайловичем как-нибудь. А как вы справитесь? Да никак мы не справимся. Надежда Геннадьевна, я четыре раза уже говорил, у меня колесо пробито. Мне нужно вшинмонтаж. Вы что, сговорились, что ли, сегодня все? С кем я сговорился? С колесом? Езжайте, Михалыч, НТО. Вера, зайти ко мне, пожалуйста. Ну, свободен Самарин. Чего? Нет, ну, вот так я должен объяснять. Вот тоже, а? Да? Нет, Ашка, да? Нет, Ашка, нет. Очень красиво. Нет, мамочка! Опа! А, смотри, что у меня для тебя есть? Какая она красивая. Нравится? Да. Я в ней буду Тарантеллу танцевать. Отличная идея. Как раз я тебе хотел предложить. Красиво? Очень, очень. Это у меня волшебно. А хочешь, в театр с ним сходим на балет? У меня два билета есть. Давай. Только сейчас мама уже придет. Ну, чего? А мы ее перехватим. Я ей сейчас позвоню. А вы с ней помирились? Конечно, родная. Просто вчера был тяжелый день. Все остальное. Ты давай, беги, переодевайся. Я ей позвоню. Альба, я не знаю. Алло. Да. Я в пробке стою за рулем. Отлично, ну вот стой и ни о чем не беспокойся. Потом можешь в салон красоты зайти. Там как хочешь, я Настюху забрал. Что значит забрал? А почему ты меня не предупредил, Олег? Я не предупредил, я столько раз опаздывал, без предупреждений. Мы будем один раз без предупреждений, прийти пораньше. Не поздно вернусь, не волнуйся. Все, пока. Алло! Слушай, а Самарин, он кто? Не жили фельдшер? Официально, вообще, санитар. Но это между нами. На самом деле, он врач. Даже очень хороший. Райская вообще считает, что в нем хороший хирург пропадает. Райская это кто? Ну, это бывшая заведующая. Вот она с ним и носится. В Новосибирском меди год не доучился, его за что-то выперли оттуда. Попал в армию. Ему там левый диплом сделали. А сюда взяли и моргнув глазом, что диплом-то есть у человека. Так, врач, все, недавно попадает в какую-то переделку. Начинается прокурорская проверка. И все всплывает. Райский выговор. У вас тут врач. С левым дипломом. Ее, естественно, отдыхать. Ну, официально, конечно, по уходу за больным мужем. А меня на ее месту. Теперь каждый день трясусь, как бы он меня опять под монастырь не подвел. Ну, а Самарину что? Ничего. Что, рожал у него в санитара и все. Но, если честно, он, конечно, на вызовах просто чудеса творит. Да, это я уже поняла. Ну, в институте же можно восстановиться. У-у. В институте вы личное дело потеряли. Вообще ничего не докажешь. У семьи у нее какие-то проблемы. Жена с дочкой к другому ушла. Угу. Он у Райска попросил вот эту вот кладовку. Ну, и живет теперь здесь на подстанции. Ну, ты в ней была уже. Так, девочки, внимание. Начинаем. Даем третий звоночек. Держи линию. Не убивайся. Что стоим, девочки? Передеваться. Так, уже. Передеваться. Передеваться. Привет. Привет. Михалыча не привел, зато вот со мной. Это моя девушка, моя лучшая подруга и всем же всем. И мое все. Дочь моя Настя. Настюха, это Лиза. Я про нее рассказала. Ух ты. Пап, настоящая балерина. Спасибо, что пришла. А почему маму с собой не взяли? Я бы вам три билета сделала. Да мы с мамой. Как-то на разных планетах. Понятно. Я уже боялась, что ты не успеешь. Пойдем? Нет, нет, сейчас все успеем. Не волнуйся. Олег, я так волнуюсь. Сегодня будет хореограф из кремлевского балета. Они солистку ищут. Представляешь, если заметят. Такой шанс. Не боись. Мы, если что, рядом. Все будет нормально. Так, девочки. Третий звонок. Начали. Давайте готовимся, готовимся. Одеваться. Так. Готово. Так. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера. К черту. Так. Все. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пойдемте. Все здесь. Лиза, а где Лиза? Я здесь. Девочки, начинаем. Вам зрительный зал прямо по коридору. Слушай, прости, пожалуйста. Можно меня за улицу посмотрим? Просто никакая невинная, очень интересная. Ну, пожалуйста. Ну, вообще. Ну, ладно. Тогда вам сюда. Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бабочка, я тоже хочу быть балериной Я только знаю, Тать Мам! Мам! Мама! Мамочка! Мамочка, мы с папой были в театре Вы с папой молодцы А еще я тебе хочу сказать кое-что очень важное Ну? Я хочу быть балериной Балериной? Прекрасно! Давай, дуй в дом, уже поздно Хорошо Папочка, я тебя очень-очень люблю Я тебя тоже, мамыш, пока Пока Давай, пока Оль, я понимаю, ты расстроилась Я был неправ, я признаю Прости, пожалуйста Видишь, я вовремя забрал Настюху Вовремя, вовремя вернула Я тебе обещаю теперь все всегда делать вовремя Пожалуйста, не пугай меня этой Новой Зеландии Я тебя прошу Ни старой, ни новой, ладно? Извини, я действительно очень рассердилась Вчера А по поводу Новой Зеландии Я тебя не пугаю Мы действительно уезжаем, Олег Подожди, ну ты шутишь, что ли? Не, ну это не серьезно Там Илье предлагают работу Какой-то состоятельный клиент Ему нужен помощник Поэтому мы уезжаем Пусть валятся своим клиентам Причем здесь Настя, причем здесь вы Ну, вообще-то мы одна семья, если ты забыл Потом там больше возможностей Не для меня, а для Насти А то, что она отца родного не увидит Это как вообще? Это нормально? Ну, почему не увидит, Олег? Мы будем прилетать раз в год Ты сможешь к нам прилетать Куда? Оль, в Новую Зеландию? Олег, мы все решили А, вы все решили? Какие вы молодцы Ну, не забудьте тогда, когда будете уезжать Мне позвонить, чтобы я Настюху забрал, хорошо? В смысле? Ну, в смысле, нужно же будет разрешение на выезд А я его не дам Послушай, Олег, ей будет там лучше, ты не понимаешь? А вы все решили уже за нее, да? Вы все решили за ребенка? Какие вы умные, молодцы, вы все решили А вы у нее не хотите спросить? Ну, она еще маленькая, она еще не понимает Да потом, кому я ее здесь оставлю? Кому? Кто ей будет заниматься? Кому? Кому оставить девочку? У нее есть папа, но я не знаю, кому ее оставить Ну, папа, ну, хорошо, ну, у папы есть нормальная работа Есть жилье нормальное Я свою дочь вам не отдам Я хотела с тобой по-хорошему, Олег, но ты сам лезешь на рожон, понял? Понял, у вас ничего не получится Не поздновато ли гуляете, девушка? Маму Ух ты! Ну, как все все сегодня прошло? Мне сказали, я самая талантливая Кто сказал? Ну, хореограф? Почти один очень симпатичный доктор Доктор? Да Привет! 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Здравствуйте. Безусловно. Но мне кажется, в чем-то Самарин прав. Свободно. И кое-какие улучшения можно было бы провести. Тем более, что коллектив имеет на это право. Что? Улучшения? Учебники свои читай, умник. Пойдемте, пожалуйста, со мной вверх. Молодец. Молодец. Мне просто жалко его. Тридцатилетний мужик вновь сел на школьную скамью. А его обаяния совершенно безразлична. Ой, я не первый день его знаю. А ты не первая, кого покоряет гений Самары. Поэтому я хочу тебя предупредить. Если что... Что может сделать мне этот мальчишка? Сядет на шею, свесит ноги. И будет делать все, что его чумной душеньке захочется. И где ты, Олег, с дочкой жить собираешься? На подстанции? И потом, кто ее будет на все эти кружки водить? На танцы? Ты же целыми днями на работе. А на мне не деньги нужны. Не знаю, приду лучше. Олег, это не серьезно. И потом там образование, там возможностей больше. И ты туда же, да? Нет, я просто рассуждаю. Мне без Мастюхи не жить, это ясно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скорая. Че тут у нас девушка, 16 лет, травма глаз. Угу. Был у меня смешной случай с глазом. Алло, сейчас не могу, перезвоню на вызовы. Да. Спасибо. Ну вот, приезжаем, Настя, на вызов. Нам дверь не открывают. Че такое? Конценты за дверью, мужик, орёк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Даже вроде девочки с травмой глаза вызывали. А с вами что? Да, пока вы ехали, меня тоже подстрелили. Нормально вы играете. Не по-детски. Да подростки игру заказали, было все нормально. А потом эти быки приехали. Так. Вон их тачка стоит. Сынок, одного деятеля из местной управы. Ну, игроки-то, они, конечно, опытные. Ничего не скажешь. Ну, ну, ну. Ну, играть нечестно. Я когда врубился, пытался игру остановить, так они мне из гранатомёта в спины влепили. Полицию надо было вызвать. Так это ж вип-клиенты. Мне работу нельзя потерять. Лёшка, а с тобой что? Они вообще озверели, Федь. С резьбы сошли конкретно. Они теперь киллеры, прикинь. Я уже убит, а это подошёл и контрольный в голову. И, мне кажется, кровь идет. Ой, ну-ка, иди садись. А Танька, вон. Таня, привет. Здрасте. Я Олег. А убери, будь добра, пожалуйста, второй. Я посмотрю. Это кровь. Это не кровь, это краска красная. Да? У меня глаз о чем болит, я не могу больше. Понимаю, сейчас потерпи чуть-чуть. Сейчас я посмотрю. Краска. Так, Танюш, сейчас ты глаз промою. Терпи, пожалуйста. Ну, поспать. Спасибо. Да скажи мне, ты зачем без маски пошла играть? Я в маске была, у меня просто лицо затесалось. Я потесать решила. Там у тебя ссать. Тут свист какой-то. Бац, я ничего не вижу. А что, руки в синяках? Да они еще гранату кинули. У меня, наверное, ноги тоже в синяках. Так, держи, вот здесь. Ну, давай, открывай глаз. Открывай, открывай, не бойся. Не двоится? Вспышек ярких пятен, нет? Нет. Ну, отлично. Все, не так страшно. Танюш, посиди, подожди, пожалуйста. Ладно? Хорошо. Михалыч, знаешь, телефон в какой-нибудь частной клинике подороже. Вызывай номер, набери меня, пожалуйста. Кам девочка? Тупая травма глазного яблока. Ушибленная рана верхнего века. Миллиметр вниз, глаза нет. Повезло, девчонки. Что у вас за игры такие? Что моя игра идиотская станет, если у нее идиоты играют? Олег, у меня тут... Скорая. Алло. Срочная скорая, холодильный, дом 7, пейнт-клуб. Двое пострадавших, ранение тяжелой, срочная госпитализация. Срочная. Хорошо, спасибо. Самарин, вы куда? Самарин, Петр Михайлович, остановите его немедленно. Петр Михайлович. Первый, не беспокойтесь. Петр Михайлович! Олег! Принят, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, здорово, молодежь. Че, как? Так, они вход перекрыли, мы выйти не можем. Быстро, 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 быстро. Сидите здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, ты, тебе не жить! Ты знаешь, что я? Знаю, дебил. Слушайте, а может, вы у нас уроки тактики будете прикладывать? О цене договоримся. Хотите тактику, это любой на призывный ремонт. Там бесплатно. Давайте, бойцы. Вы меня извините, Вера Ивановна, может, это и неправильно? Знаю, как вы считаете, но я по-другому поступить не мог. Да нет, Олег, наоборот, я вас хотела поблагодарить. Вы правы, что так поступили с этими мерзавцами. Вам, конечно, становить справедливостью, это не наша работа. Ты таких иначе не научишь. Как дела? Скоро надо сливать воду. Понятно. Все, милая, я побежал. Как я выгляжу? Отлично. Ты с Олегом поговорила? Поговорила. Ну и что? Он дал согласие на выезд дочери? Ну, он расстроился. Ну, я думаю, все будет нормально. Я, я с ним еще раз поговорю. Я его уговорю. Я обещаю. Что значит, уговорю? А если не уговоришь? Я очень хорошо его знаю. Он думает только о себе. Ну, перестань. Ну что, я пошел? До свидания. До свидания. Оля, времени до отъезда осталось очень мало. И если ты не в состоянии решить этот вопрос, то этой проблемой займусь я. Нет, я в состоянии. Я обещаю, что все будет нормально. Все. Все, хватит. Оля, ждать больше нельзя. Я сам решу эту проблему. Хорошо, что быстро. А то у меня электричка через полчаса, в конце концов, помогла, как могла по-соседски. У меня своя личная жизнь. У меня, между прочим, внуки и клубника с помидорами. Все, пошли. Что? Куда? Мы с помидорами будем ждать, пока нам пациента не предъявите, потому что вы захватываете. Пойдемте. Сидите сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексеев. Драматург, сценарист, писатель. Очень приятно. Самарин, фельдшер. Казанцева, врач. Здрасьте. Какая же вас такая муза посетила, товарищ писатель? На антресуле полез, за словарем. И вот, шрезвертельный перелом бедра. Два месяца в больнице продержали и на улицу выкинули. Долечивайся, мол, дома. Под наблюдением местного травматолога. А че этот травматолог? Ну, придет раз в неделю, обстучит гипс и все. Главная беда, что я в таком положении даже до туалета добраться не могу. Родственников нет. Детей нет. Денег на сиделок тоже. Спасибо тете Глаше. Если б не она, наверное, уж тут давно и помер бы с голоду. Да ему в этом, в этой броне еще три месяца валяться. Ребят, может, сделаете что-нибудь, а? Ребят, ну, ну, мучается ж человек. Ну, я вместе с ним. Ну, все в этом дело, доктор. Ну, а что там делать? Похоже, ложный вызов. Как? Надо вызывать, ждать представителей совместа. Да мы им звонили. Ну, они же только пенсионерами да инвалидами интересуются. А вот что, нормальный человек, ну, просто, ну, временно, нетрудоспособный, нету. Это им как рыбкий зонтик. Я понимаю, ну, что мы можем сделать? Это серьезная социальная проблема. Ну, что мы здесь можем сделать? Показаний для госпитализации нет. Угрозы жизни пациента тоже нет. Ну, что? Ну, нельзя же так, ну. Ну, минуточку. Вера, ну, мучается человек. Ему сейчас что, остается только от голода помирать? Я согласна, это жуткая ситуация. Ну, а что? Ну, что, вы хотите сказать, что это его бог за плохие сценарии наказал, да? Вообще не смешно. Я не шучу. А что вы предлагаете? Укол анальгены ему сделают? Показаний для госпитализации нет. Вера, вы гений. В смысле? Как мне сразу-то в голову не пришло? Ну, в самом деле, ведь он же кто? Он сценарист, да? Он пишет сценарий фильмов. А мы кто? Мы врачи. Мы демиурги. Мы пишем сценарий жизни. Вера гениальна, как я сразу не догадался. Спасибо. Олег. В анамнезе чрезвычного перелома бедра острый дом укрепит. Мы приехали, давление по нулям, а дышка шкалит. Температура была сбили. Бледная, кровохаркая. Понятно. Сейчас на слабый жалуется. Понятно. Оставляйте. Будем разбираться. Санитары. Вы разберите, потому что человек-то уважаемый сценарий, между прочим, пишет. Напишет про нас что-нибудь в интернете. Журналюги налетят. Ну, вы сами понимаете. Тут журналистов, чтобы мне не хватало. Ну, я это. Часто. Будь добру. Ну, Олежек, ты врать гораздо. Но они же все равно потом разберутся, что у него ничего нет. Пока разберутся, это уже время пройдет. А в таком состоянии человека все равно нельзя выписать. Только если он сам не хочет. Ну, что, найдут гастрит какой-нибудь, полечат месяц-другой. Нормально. Хитро. Протянет до снятия гипса. Вот видите, Вера Ивановна, не всегда врачебная ошибка плевает гибелью пациента. Не знаю, не знаю. А сколько таких по всему городу? А сколько таких по стране? Олег, вы не можете изменить мир? Я, конечно, изменить не могу. Это вы правы, Вера Ивановна. Но вот в жизни конкретно этого человека мы изменили все. Лично мне этого вполне достаточно. Лично. 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 Здрасте. А вы не знаете, как казанцем найти? Ну, если не на вызове, значит, где-то здесь. А почему такая красивая девушка и все в слезах? Неважно. Ну и где? Лиз! Привет! Иди погуляй, Вася. Ты как меня нашла? Так я вообще-то не... Ты же мне сам говорил, где ты работаешь. Разве ты не помнишь? А, точно, да. Ты чего? А чего с тобой? Мне надо с тобой поговорить. У меня беда. Наши в Питер поехали на гастроли. Меня не взяли. Я так хотела, я так старалась. У меня нога до сих пор болит. А танцевать в Питере – это шанс выйти на другой уровень. Там солистов выищут. Это тебе не здесь, в кардебалете. А я из-за вас тут. Ну, а что ты к лучшему, Лизок? Чего тебе к Питеру эти гастроли? Все же к лучшему, правда? Тебе легко говорить, а у меня карьера рушится. Лизок, у людей такие проблемы в жизни крыши сносят. Ты за карьеру убиваешься. Ну, это правда ерунда, поверь. Это не ерунда. Это жизнь моя. Которую конец. Как ты не понимаешь? Почему конец? Извините. Олег, у тебя вызов. Михалыч там в темпе уже компот допивает. Где твой врач-то? Я не знаю, у него дела какие-то. Без врача нельзя. Это не по инструкции. Мне послать больше некого. Будет тебе полный комплект. Одевайся. Олег, а вы кто? Танцентка из института. Иди, огурцы лопат. Пое-ха-ли. Майя, уточнение по вызову. Занил ссоры из гаражного кооператива. У них там автосервис какой-то. В общем, механикам машину придает. Ух ты, ну это в лепешку. Это до хвойного. Не каркай, лучше это музыка в руке. Принято. Рейд, едем. Олег, я домой поеду. Выпасть из меня, пожалуйста. Я не могу, Лиз, каждый секунд на счету. Халат надень. Олег. Я не могу. Ну, пожалуйста. Я не могу. Надень халат. Я не могу тебя высадить. Все. Давай ехать. Ехать куда? Я к вам. Сами не найдете. Направо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойдем. Пойдем. Это твой папа, да? Да. Сейчас полечим, все будет хорошо. Здравствуйте. Как вас зовут? Армен, меня Олег зовут. Ну, дайте мне ручку, ручку дайте. Армен. Армен, сколько вам лет? Сорок. Сорок. Прекрасно. Сейчас, Армен, сейчас полечим. Еще сорок, вы проживете. Отлично. Отец, это сломанный домкрат. Есть другой домкрат? Нет. А у вас это есть? У меня тоже нет. Ну, ладно. Ничего, ничего, ничего. Сейчас укольчик сделаю, сейчас полегче будет. Армен, сейчас пройдет. Сейчас не будет болеть. Тихо. Ох. Можешь. Узнак, где им честник. Сестричек-то вашим хлипкой оказался. Какая сестричка? Врач высшей категории. Конец смены стал. Понималась? А теперь в топай назад и не показывай, что тебе страшно. Я не могу, Олег. Послушай, мне некогда с тобой психотерапией заниматься. Говорила, у тебя жизнь рушится, а там человек умирает по-настоящему. И ты мне сейчас можешь помогать сделать так, чтобы этого не случилось. Понятно? Вперёд. Олег, едет МЧС. Попробуй. Будет минут через двадцать. Не успеет, Михалыч. У него все ребра сломаны. Пульс антивидный. Печень, похоже, разорванная. Нужно самим поднимать. Можем попробовать на рычаг. Давай. Вазген, дуй к воротам. Встречай МЧС. Садись. Бери его за руку. Следи за пульсом. Если пропадет, скажи мне. Все будет хорошо. Да, иду. Слушай, надо убрать вот это все отсюда. Олег, пульса почти нет. Почти нет. Много. Много. Чисто. Сейчас. Подержите меня. Мы вам поможем. Раз, два. Пошло. Нам надо чего-нибудь помощнее. Есть чего-нибудь помощнее, отец? Все будет хорошо. Мы вас вытащим. Я обещаю, мы вас вытащим. Вы меня слышите? Олег, быстрее. Да, я понял. Вы туда пододвигаемся. Раз, два. Чисто. Значит так. Лиза, отец. Туда. Берите его за ноги. На счет три тяните. Раз. Два. Нидиак! Зацепился! Аккуратно, дверь. Аккуратно! Аккуратно! Олег, ну, не понятно. Я не знаю. Приподнимите, дайте. Подождите! Двадцать трое здоровых мужиков. Давайте вы поднимите, я просуну руку и отцеплю. Только аккуратно. 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 Берем? Ну, ладно. Да. Давайте еще выше! Выше? Еще выше! Еще чуть-чуть! Я сейчас! Сюда ты полез? Тащи, тащи, тащи! Тащи, тащи! Готовы! Армен! Боже! Вставай, встаем! Армен! А что? Что с ним? Армен, что с ним? Я его жена, доктор! Я еду с вами, доктор! Собейтесь, только не… Арменчик! Арменчик, Билей! Нет, ну тут… Арменчик, вот это, вот это, вот это, давай, давай. Подожди, не смейтесь. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Арменчик! Арменчик! Держи! Крепко поднимай, крепко-крепко сжимай, за все-все! Сжимай, со всей силы сми! Ну, давай, Арба, поговори со мной, Арба, он не дышит, он не дышит, он не дышит. На него лингоскоп, интуиционную трубку, вот лингоскоп, это же штука, да, интуиционную трубку. Давай, скорее, что ты думала, я не дышит. Арба, Арба, держись. Арба, мой кот, я не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай же. Что теперь? Так, адренальное сердце. Ниська, давай мне вот эту длинную игру, шприц. Ампулу, не эту, не эту, вот эту коричневую, вот эту. Молодец, все, качай. Я считаю так, что было примерно двенадцать раз в минуту, не чисти, не чаще, хорошо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да давайте, ребята, сторонние, сторонние! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, 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 ты же! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, придумайте, что не будет! Не кричите, я не слышу сердца из-за вас. Не кричите, не кричите, пожалуйста, я прошу вас, не кричите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня нет каркаса, ребра сломаны. На прямой массаж сердца делать нельзя, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У нас же будем делать прямое массаж сердца. Так, Лизь, давай на чемодан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Весь пульс. Опять. Док, Лиза, умница. Володец. Видишь? Все получается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, Лиза, ты чего? Все-все-все, все прошло уже. Эй, давай уже не давай, сядем. Че-че-че-че. Оп, аккуратненько. Все хорошо, ты чего? Давай на стеночку облокотнись. Вот так вот, все отдыши, сильней, пей водичку. Все прошло, все хорошо, все отдыши. Ты молодец. Механика из гаража вы принесли? Да, а что все? Да нет. Операция только началась. Сердце завели. Мужик крепкий, думал, что выдержит. Доктора, вот ситуация. У пациента множественные переломы ребер. Непрямой массаж сердца делать нельзя. Что делает доктор? В среднесерединной лаборатомии он входит в брюшную полость и осуществляет прямой массаж сердца через диафрагму. Конечно, в условиях машинно-скорой помощи это делать категорически запрещено. Но доктор рискнул и победил. Да нет, я-то простой фельдшер, я-то ни при чем. Вот у нас врач. Врач бригады Казанцева. Звезда, так сказать, не смотрит, что молодая, но он кандидат науку уже. Да, 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 да. Доктор, как я вас понимаю? Доктора, пойдемте. Я напишу у вас статью в медицинском журнале. Доктор, как я вас понимаю? Лизок, ты меня извини, я пошумел немножко. Вообще, я добрый, пушистый. Я знаю. А мне понравилось, что ты такой жесткий бываешь. Ну, прям мужик-мужик. Ой-ой-ой. Ладно. Олег, правда, спасибо тебе. Я поняла. Ну, действительно, что мне за трагедия такая? Это так, ерунда. Ну, обращайтесь. А ты что сегодня вечером делаешь? Может, сходим куда-нибудь? Лизок, я бы с удовольствием, но я сегодня никак не могу. Давай завтра, уйти. Договорились. Твои поцелуи храню я на щеке. Шлях ты старый. Ничего такого. Бросс дружеский поцелуй. Что-то с вами. Ну, да-да. Я и говорю дружеский. Ничего. Привет. Здрасте, Вера Ивановна. Вы с вызова, да? Да. Что было? А то я телефон отключил. Да, ничего. Подозрения на перитонитном больничке. А у вас что? Какие новости? Министра здравоохранения теперь? А вы ко мне в заву, что ли, метите? Только так для начала. А спойте вот это. Вам ведь ЕГЭ сдавать по биологии. Насколько я помню. О, благодарю вас, Вера Ивановна. Но у меня принцип. Я учебно занимаюсь исключительно в рабочее время. То есть, совмещаю приятное с полезным. А сейчас у меня время какое? Личное. 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 Раз, два, Демекрия. Раз, два, вырастаем. Три, четыре. Самарина нанимались вперед. Раз, два, вырастаем. Личное. Раз, два, колени в сторону. Три, четыре. Вырастаем. Пять, полупальцы. Шесть. Опустились. Семь. И восемь. Смансер. Убери ребра. И раз. Два. Круглая рука Самарина. Три. Четыре. Батман Тандю. И вздохнули. Раз. Наверх. Два. Остану. Три. Выросли. Четыре. Еще разочек. Раз. Два. Три. Четыре. Открыли ручку. Раз. Два. Закрыли. Три. Четыре. Вкусно? Вкусно. Сосиска. Настена. Скажи мне только честно. Честно, честно. Я не обидусь. Ты больше хочешь здесь со мной остаться или туда с мамой уехать? С тобой. Со мной? Правда? И с мамой тоже. Ну, так не получится, Настюха. Надо выбирать, видишь? Ну, а если я не хочу выбирать? Я и в Новую Зеландию хочу. И с тобой гулять хочу. Дочь, я тоже с тобой очень хочу гулять. Но я не могу уехать. Куда денешься? У меня работа. У меня… Ну, пап, ну, придумай что-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, чтоб мы с мамой здесь остались. Что-нибудь придумаем, дочь. Ой, смотри, пап. У пёсика лапка болит. Давай посмотрим. Ну, Джим. Я сейчас сосиску дам ему. Да, Джим, а сейчас дела бы у меня. Осторожно только. Настюша, осторожно. Вот так с ладошки давай. Ну, дружок, вот этот заноза. Утюшка, пожалуйста. Утюшка, порочек. Настя, осторожно. Ничего себе. Смотри, какая здоровая. Папочка. Все. Я придумала. Что придумала? Давай я возьму его к себе домой. Ну, не знаю, Настюха. Мне кажется, это не очень крутая идея. Ты же уезжаешь, кто с ним гулять будет, кто его кормить будет, кто ему за ножей будет вытаскивать. Очень хорошо. Как раз таки я никуда и не поеду. У? У меня же будет собачка. Вот такая утреша. Третья позиция. Держим руки. Хорошо. И побежали. Мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Хорошо. На сегодня все. До свидания. Ничего не забудьте. Так, девочки. Завтра петиция переносится на два часа. Не опаздывать. Казанцева, тебя на вахте мужчина дожидается. О, снова твой симпатяга-доктор. Олег! Лиза, привет. Здравствуйте. Лиза, прости за банальность, но это тебе. Спасибо. Красивая. Прекрасная балерина, прекрасные цветы. А за что? Если честно, я хочу вас подкупить, что вы сегодня со мной поужинали. Простите, но я не могу сегодня. Лиза, пожалуйста, не отказывайтесь. Я же преданный поклонник вашего таланта. Вы потрясающе танцуете. А вы так хорошо разбираетесь в балете? Если честно, я совсем не разбираюсь в балете, но от вас на сцене невозможно оторвать взгляд. Ну, так как мое предложение? Правда, спасибо. Лиза, прошу вас. Ну, я, как каждый поклонник, немножко сумасшедший. Я же буду бегать за вами, преследовать вас, а в минуты отчаяния я могу покончить с собой. Вот этого мне только не хватает. Ну, тогда… Ну, хорошо? Отлично. Карета подана и под парами. Ого! Это-то ваше? Нет, у друга взял покататься. Вот это да. Наша Лизка нынче в моде. Вчера один, сегодня другой. Ого! Мам, смотри! Сюрприз! Что? Ну, видишь, эта собачка, мы ее спасли. Скажи, он красивый. Угу. И он будет теперь жить с нами. Так что в Новую Зеландию не получится поехать. А давай знаешь, что сделаем? Мы песика оставим папе, папа сделает ему всякие прививки необходимые. Правда, пап? Ну, конечно. А потом мы придумаем, что с ним делать. Договорились? Садись в машину. Ну, мам… Садись в машину. Папочка, это правда? Конечно, Рома. Обязательно. Пока. Пока. Я люблю тебя. Пока, песик. Можно тебя? Почти. 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 Это я ущемляю права ребенка? Оля, ты издеваешься, что ли? Ну, ты же не даешь согласия на вывоз ребенка за границу. Соответственно, ты препятствуешь возможности получить ее достойное образование, медицинское обслуживание и достойную жизнь. А если решение суда будет положительным по этому исковому заявлению, то мне твое согласие не понадобится. Вот и все. Подожди. Ты так не можешь? Ну, а я не хотела, чтобы так было. Но мне нет другого выхода, Олега. Папочка, пока! Береги собачку! Конечно. Украина. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, здрасьте. На практику? Да. Молодцы. Здравствуйте, красавица. Ты чего такой грустный, Олежек? Я веселый. Не, ну правда, чего такое? Она в суд подает, Михалыч. Ольга? Угу. Ну дает. А на что она в суд-то подает? Ну, якобы я ущемляю права ребенка, не даю ему уехать со своей родины. Не, ну тут чего говорить-то? А может, ей там лучше будет, Насте, за бугром? Не знаю. Может, кому-то и будет лучше, а ей вряд ли. Она балериной хочет быть. А у нас лучшая болеть на школах в мире. Может, ей там великая балерина пропалит в этом новой взрывании? Откуда она? Что, смириться должен быть? А? Да нет. Нет. Но ты же все равно каждый день ее на эти танцы водить не сможешь. Михалыч, чё ты хочешь от меня? Чё ты пристал? Иди вам проверить. У тебя там ничего не сломано. Дроссель, фигосель, нет? Иди посмотри. Олег, а вот это безобразие ты видел, а? Понагнали практиканта к симпатичным ногастых. Блин, она ног на клинические способности не влияет. Зато она влияет на психологическую обстановку в бригаде. Да? А правда, Олег, ну давай застолбим за собой какую-нибудь симпатичную ногастую, ну? Лучше просторопней какой-нибудь. Лучше и то, и другое. Ну, Олег. Чего? Ну, устроим проверочку нашу фирменную? Да не, ну нафиг. Я не хочу. Олег, лучше устроим. Я не хочу. Иначе нам подсунут вон того крокодила, четырёхглазого. Я не хочу. Всё нормально, Вась, всё нормально. Олег, 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 я работаю. Тихо, Вась! Куда? Зачем вам варить? Вернёмся, черчка, сынок. Тьфу ты, детский сад, блин. Очень хорошо. Все, обрастаем потихоньку. Все, ухота. Очки. У меня. Ну что? Ну что, написал? Считал. Молодец, просто что-то ничего себе. Ну, давай здесь, пока не погиб. Ну, как он со мной? Я же на проверку. Ну, видишься? Он питается. Спасибо. Спасибо. Господа студенты, минуточку внимания. Значит так, меня зовут Надежда Геннадьевна. Я заведующая подстанции. Слушаем внимательно фамилии, кто в какую бригаду распределен. Надежда Геннадьевна. Значит, Макашева. Надежда Геннадьевна. Что? Привезли новые дефибрилляторы, они не работают. Ну, вот так не работают. Что нам делать? Вот нам чего делать? Как мы можем, как мы работать будем? Я нажимаю. Смотрите, он не работает. Я жмут. Я отвечаю. Помогите! Юлке. Полянскую током убила. Остановка. Ну, и что стоим? Ревноборный быстро! Из машины. Бегом! Полянская. Я спасу тебя. Ну, что делать, студент? Есть внутренний сердце, ледокейна 20-лез раствора, кубик витамина Б, сульфат, магния. – Взамен зачем? – Ну, так, навсечу пожарную. Давай, держи. Что здесь происходит? Полянскую надежду Геннадьевну током ударил. Что? Вот, вот он, колите. Давай сам бояться. В сердце. Давай-давай, практикант. Ой! Красавец! Павлик, поздравляю. Спас Надежду Геннадьевну Полянскую. Его за подставку. Здрасте, Надежда Геннадьевна. Я думал, вы уже это… Здрасте. Опять представление устроил, да? Ну, для них же стараюсь. Вот проверил, как ведут себя в боевых условиях. Все, цирк окончен. Прямо по коридору последняя дверь. У кабинета меня ждите. А вы все. Да работай, пожалуйста. Молодой человек вас тоже касается. Вперед! Михалыч! Здрасте, Надежда Геннадьевна. Здравствуйте, Михалыч! У этого, ладно, еще детство не доиграло. Ну, а вы-то взрослый человек. Бывший полицейский. Ну, стыдно. Стыдно. Но… Лен, ну, я о тебе вообще никак не ожидала. Тебе о ребенке надо думать или как? А не этой ерундой заниматься. Иди, пожалуйста, в диспетчерскую. Михалыч. Да. Ваню на место. А ты сам, Арин, беди себе этого, как его Павлика. Кого? Вот этого? Да-да-да-да. Ну, смелуйтесь, Надежда Геннадьевна. Ведь не хочу. Ты его проверил? Вот и дерзай. Учи его в составе своей бригады. Вот и закрепили на Гастенькую. Простите, а я могу узнать, кто вам меня порекомендовал? Конечно. Вы правы, Вера Ивановна. Мы не просто так заинтересовались вашей кандидатурой. Я знаком с вашей дочерью. Да? Да. Она прекрасная балерина. И я думаю, что у нее большое будущее. Спасибо. Лиза рассказала мне о ваших трудностях. И я подумал, что могу предложить вам должность, достойную вашего опыта и квалификации. Это приятно. Я хочу предложить вам должность директора фармацевтического департамента нашего холдинга. Ну, это не совсем мой профиль. Я все-таки клиницист. Ну, и что? Освоитесь? Место перспективное с большими возможностями. Что вы имеете в виду? Понимаете, многие фармацевтические компании очень заинтересованы в том, чтобы мы использовали определенную продукцию. Ну, и их продукцию. Я не знаю, если бывает, очень благодарны за это. Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Ах, вот оно что! Да, а мы расширяемся и открываем новые филиалы нашей клиники в других городах. Угу. Это очень серьезные деньги. И я думаю, что такому врачу, как вы, гробит свою жизнь на скорой. Спасибо ваше. Предложение очень неожиданно. Я должна подумать. Конечно, конечно. Я вас не тороплю. Ну, знаете, вы не затягиваете. Да. В стиле койку, студент. На всякий случай. Ящик вначале закрой. Ого. Алло. Привет. Ты не забыл, что вчера обещал девушке свидание? Ну, раз забудешь такую девушку. Лиз, давай я тебе попозже перезвоню, а то я на смене. У нас пост по утрам очень нервный. Ладно? Хорошо. Пока. Ага. Давай. Вот-вот. Можно пока не все. Здрасьте. Доброе утро. Здрасьте. Так. А это у нас тут кто? Я? Вы? А. Познакомься. Это Вера Ивана Казанцева. Врач у нас. Здравствуйте. Я Павлик Бабычев, студент-практикант. Надежда русской медицины. Ясно. Молодец. Молодец. Седьмая. Седьмая. Самара, принимай вызов. Стриптиз-клуб. Самарин, ну вот, твой формат. Привищник в России посылать сюда страшно, а тебя в самый раз. А чего этого, Надежда Геннадьевна, диспетчерской-то делать, а? Я специально для тебя вызов подбирала, Самарин. Может, все-таки впечатлишь кого-нибудь в своей фантазии. Ну, спасибо за доверие. Не хочу за границу. Я хочу с папой. Настя, давай не сейчас. Ты опоздаешь в школу, господи. Нет, в школу я тоже не хочу. В Новую Зеландию я тоже не хочу. Там нет балета. Ну, там есть много чего другого. Ты хотела собаку, мы заведем собаку. Или пони. Хочешь пони? Нет, я не хочу пони. Мне нужен балет. Я отменю все твои танцы, если ты не пойдешь в школу. Ты поняла меня? Хорошо. Ну, тогда я тоже уйду из дома. Я буду жить у папы. Настя, Настя, Настя. Оля, прекрати, не кричи. Господи, я не могу. Ну, не могу я все. Он настраивает ребенка. Вот это все нервотрепка. Судный, как мне это надоело. Не могу. Оля, я сам сегодня с ним переговорю. Ой, господи. Я прошу вас вот сюда. Понимаете, шест не проверили, а там крепеж ослаб. Ну, понимаете, она и сорвалась. Понимаете? Старо, Вер. Вас нам еще не хватало потерять. Прошу. Так, стоп. Артистки могут быть не одеты. Ну, странно, если твои артистки были не одеты. Да подожди, я сказал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мальчики, не ссоримся. Спокойно, тихо. Ну, пропусти. Иначе твоей же Лалочке будет хуже. Сейчас проверю и пропущу. Ой уж извините, он у нас новенький. А уже успел втрескаться в эту, в Лалочку. Ну, в стриптизершу. По уши. Там врачи приехали. Ну, так зови. Че стоишь-то? Заходите. Где он? Душа моя, ну что ж, ты опять сам Пасхой с утра хлещешь? Ты моя радость. Теперь опять ножком повернешь, а мне лечить. Привет. Ну, кому доброе утро, а кому конец рабочего дня. Ой ты боже, ну да следи за собой, береги себя. Самарин, простите, а вы тут семейный доктор? Пока нет, но диплом получу, обязательно подумаю. Хорошая идея, Верван, спасибо за предложение. Ну что, Лалочка, я слышал, ты с шеста сорвалась? Сорвалась? Да я вместе с шестом через весь зал летела. Бедняга, смотри на пальцы, да. И имплантом на край стола, и башкой упал. Я на эту грудь год пахала. А здесь, да? Такое было. Задовязал, аплодировал стоя. Да, конечно. Пришлось вот всю программу для японских туристов перекраивать. Скажи мне, сознание теряла? Нет. Похоже, работу потеряла. Ну, не переживай, тошнись. А, нет. Да? Ну, давай посмотрим, чего там. Вот красота какая. Ну-ка. Спасибо. Да, чуть-чуть, чуть-чуть, ну. А чё? Студент, давай пальпируй. Только нежно и осторожно. Я не умею. Слышь, не умею. Ты доктор? Или кто? Пальпируй, всё же требует пальпаться. Лалочка не против. Да, мой родственник? Ну и моя хорошая. Давай. Аккуратно. Ой, больно? Что так? Осторожней, чекарик. Эй! Эй, спокойно, вы… Сама ведь, да вы что? Эй, эй, осторожней, вы мне девочек великолечитесь. Осторожно! Слышь, дучок, ты так переживаешь. Свою девушку. Бери лохапку и до конец работы еще. Понял? Понял? Алло? Понял у меня или нет, я спрашиваю. Понял, понял. Вот молодец, доширок. Что это, собеседование? Нет, простите, не могу, я на работе. Продолжай, продолжай. Пожалуйста, потерпи, пожалуйста. Да. Михалыч, конец света. Вера Ивановна от собеседования отказалась, говорить не могу, где я на работе. Заедите. Я тебе клянусь, похоже, у нашего профессора проснулся интерес к полевой медицине. Горжусь вами, Вера Ивановна. Ой, и вы с нами. Да, и я с вами. Будет жарко. Хо-хо. Не надо никому ничего говорить. Ничего же не произошло. Отстаньте. Отстаньте. Вера, ну, пожалуйста. Все. И Олег. Ладно, поговори. Шмурок. Представляешь, его в этом борделе, все знают, как будто там чуть ли не у себя дома. Устроила там чуть ли не драку. Вера, ты присядь, успокойся. Я же тебя предупреждала насчет него. Хочешь в водичке? Нет, я не хочу в водичке. Вы что, решили Настю меня оставить? Нет? Повно мне о чем говорить. Как раз об этом. Предлагаю тебе подписать мировое соглашение, чтобы избежать всех этих судебных проволочек. Ну, ты же прекрасно понимаешь, у тебя нет шансов. Поробь тебя, да? А я нет. Ну, нет. Не за меня. Я сейчас и так очень нервный. Я ведь вообще могу тебе отцовство лишить. Ну, попробуй. Ольга на грани. Настенька страдает. И все из-за тебя. Это я виноват, а? Это я виноват. Договариваться приехал. Вот это ты видел, а? Чем пахнет? Самара, успокойся. Я ведь тебе по-хорошему пришел. По-хорошему? По-хорошему я тебя пинками отсюда гнать должен. Это моя дочь. Олег, 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 не надо, Олег. Олег, что, видите, как она растет? Ты на ее первый спектакль. Я хочу переживать. Наша, что ты, что ты его провоцируешь? Прекратись, прекратись, не медленно! Олег, все! Олег, не надо! Насунешь меня? Что ты сделаешь? Олег, стоп! Олег, стоп! Быстро в салон, чайку попей. Вместе я покатаюсь. Самарет, я сейчас тебе, я сейчас тебе устрою. Да, сеанс эвакциотерапии. Собрался, зажался, осторожно. Я отправился на работу. Так, справдил ты меня сюда выстрел. Так, тошнота? В окружении прекрасно. На вызов, быстро. А вы кофе пить. Собрался, зажался. Чё? 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 Чё червела пить в дом? Чё? 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 Ура! Качает меня все утро. Прилегла на чуток, думала пройдет. Ну, какой там, и кружит все, и кружит, и тошнит еще, и эти мурашки в глазах бегают. А кушали вы с утра что, Полина Васильевна? Ну, кто у кушаной? Нет, меня никто не кусал. Нет. Ира Ивановна, чувствуете запах какой-то странный? Да, запах слышу. Но это не от нее. Ну, какой-то знакомый запах. Газ, что ли? Это моя кухня, проверю. Давайте голову пока посмотрю. Да не болит голова-то, не болит. Странно, на кухню вообще не пахнет. А здесь прямо… А че это он меня все нюхает-то? Я омылась вчера. А кто под вами живет? Под вами кто-то живет? Ну, что ж ты орешь-то так? Ну, я хоть и плохо, но слышу. Подо мной подвал. Там дворник раньше жил. А теперь пусто. Пусто. От вас газом пахнет, да? Михалыч, мутировку тащи. Чего, Олег? Мутировку. Быстрее. Ты че ломаешь? Ломай, 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 ломай. О-о-о-о. Там еще есть кто? Там еще трое внизу остались. Звони Вере. Быстро, Михалыч. Бегом. Эй! Где он есть? Горь! Отсыпайся. Отсыпайся. Подъем, подъем, подъем. Вот. Хорошо. Давай, подъем. Вон туда и на ней. Сойдешь сам? Давай-давай. Быстрее, быстрее, быстрее! Олег, Олег! Олег? Подъем! Вставай, 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 вставай! Радоев, отвез SAY-デдай, вставай-давай, давай! Давай, на oughtах. Давай, родной. Давай-давай-давай! Вот ему на мать. Папа, у меня тоже хватану. Ну что, обсесть пока. Давай, не кружите. Припей. Ну как, полегче? Так, чё-то я не понял. Это чё происходит? Походу вы госимущество попортили. На бабки попали, айболиты. Послушайте, у вас тут люди чуть не погибли, а вам замка жалко. Чё? Какие люди? Вы вообще откуда взялись? Как туда попали? Это вы нас сами туда. Это вы… Чё? Ты на кого гонишь? Всех в полицию сдам. Понаехали тут. Олег! Олег, Олег, не надо! Олег, Олег, Олег! Прошу! Значит, ты их защищаешь, а меня, гражданина России, ногами? Свинья-то, а не гражданин России! Олег! Чё? Вы все за это ответьте. В ногах ползать будете. Прощение? Олег! Ты сам напросился, ты понял? Сейчас мы в ФМС вызовем, что ты там у себя в подвале нелегалов баринуешь, и поедешь в места не столь отдаленные. Ещё посмотрим. Тихо будь, иди. Службу газа вызывай. У вас всё в порядке? Слушай, Надя, у меня такое ощущение, что Самарину нужно дать отдых. Такой полноценный, с отрывом от производства. Ты думаешь? Я на этом просто настаиваю. Он сейчас человека чуть не прибил. Нет, конечно, тот того заслуживал, но всё-таки… Да знаю, мне уже из ДЭЗа звонили. А что с ним вообще такое происходит? Жена бывшая увозит дочку из страны. Вот он бесится. Ах, вон оно что. Ну, тогда точно надо отдохнуть человеку. Студент, идём со мной. Значит так, Самарин. Ну, сегодня свободен. Отдыхай. Дыши свежим воздухом. Надежда Геннадьевна, я не понял. Это приказ начальника подстанции. А приказы не обсуждаются, а выполняются. Так что отдыхай, расслабляйся. Только не напивайся, они помогают. А бригада без фельдшера, это как вообще? Ты нам прекрасного Павлика подготовил. Да. Всё, переодевайся, это не обсуждается. Людмиленко, работа без фельдшера. Людмиленко, работа без Людмиленко, работа без фельдшера. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Олег! Сюрприз. Привет. А я тебя уже второй час жду. Зачем он меня звезут? Я знаю, но я тебе звоню-звоню, а ты трубку не берешь. Да? Ой, прости, я просто на безуме на работе ставлю. Не слышал. А ты мне свидание обещал, а девушек обмануть нехорошо. Лизов, я... Мне сейчас не до свидания, правда. Извини. Олег, подожди. У тебя неприятности? Может быть, я тебе чем-то помогу? Ты же мне помог. Теперь моя очередь. Ну? Здесь у меня дочь забирают. Чем ты мне поможешь? Иди домой. Олег, ты освободился? Ну, я же не просто так пришла. У меня сюрприз. Сходим в одно место? Ну, пожалуйста. Балерины, девушки настырные. Тебе разве не говорили? Раньше. Олег, надо действовать. Надо как-то, я не знаю, бороться за Настю. Где твой фирменный оптимизм? Был оптимизм, да весь вышел. Устал я, Лизка. Мне уже четвертый десяток. А что у меня задушаешь? Призда, пара, ампул. Чушь, Олег. У тебя есть Настя, самая классная девочка на свете. Да. А у Насти есть отчим-адвокат. Один из самых крутых в городе. Ну, и что? Твоя дочь любит тебя и хочет быть с тобой. И никакой адвокат ни в каком суде этого изменить не может. Лиз, что ты думаешь, так все просто? Конечно. Вот смотри, если Настя никуда не захочет поехать, разве кто-то может ее заставить? Нет, я думаю, нет, конечно. Я не знаю. Ну, а о чем она мечтает? Она балерины хочет быть. Понимаешь? Так это хорошо. Отдай ее в академию хореографии. Там интернат есть. Она станет заниматься любимым делом и в то же время будет под присмотром. Я тоже там училась. Меня родители забирали на выходные. Ну, это хорошая идея, конечно. Ну, вот. Ну, а как это сделать? Ну, там, там конкурс надо пройти. Уже… Да у меня, Настюха, любые конкурсы пройдет. Она же у меня уникум вся отца. А, подожди, а когда? Когда? Скоро же до Буры Селезневой. И там как раз не хватает девочек. Лизка. Лизка! Ты за что меняешь? Лизок! Ну, откуда такая мудрая на мою голову свалилась? Да не на голову, а под колеса. Лизка-то замечательная. Все, пойдем. Нас кое-кто ждет. Кто? Ну, это сюрприз. Все, пойдем. Лизок, для тебя любой каприз. Лизка! Где ваши врачиха-то? Я откуда знаю. Опять не собеседованы, что ли? Ой, наверное, у Полянской сидит, чей гоняет. Чего она вообще в скорую сунулась? Да откуда я знаю? Не ее, это сразу видно. Лиза, ну, ты можешь объяснить, куда мы идем-то? Вот, мы уже пришли. Ну, здрасте. То есть, это не я теперь, а девушка меня в ресторане, блядь? Да это не я, Олег, это не я. Это лусине. Какая лусине? Ну, лусине. Приехал брат Армена. А, ну вот. Сказал, пока не поблагодарю спасителей брата, кушать не буду. Так и не ест. Пожалеть чего нету. А ты откуда еще не ест? Я знаю. Да не, Лизок, я не пойду. А чего отмечать-то нечего еще? Его наверняка из реанимации так выписали. Да, Олег, он уже там тост из-за тебя толкает. Ну, правда. Что ты мне толкаешь? Кому он что-то толкает? Толкает тост-то, ну, правда. Они пришли! Они пришли, коллега! Вот это! Эй, молодец! Олегчан, ты приехал! Молодец! Он приехал, видите? Вот он приехал, а! Олегчан, молодец! Ты не врач, ты художник! А, посмотри, не врач, он художник! Так, так, все, пойдем. Будем близко от тебя. Я за тебя, пойдем. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ! Скорая. Какое УВД? Второе. Поняла. Сколько девушке лет? Диктуйте адрес. Ждите, скоро выезжает. Макаш, Иван. Стоп-стоп-стоп, тихо, тихо. Это нам. Вызывай Казанцеву. Седьмая, у вас вызов. Лизонька, давай, иди сюда. Иди сюда. Вот, садись сюда. Накой у нас гости. Угощайтесь. Садитесь. Давай сюда. Смешно. Жених с невестой. А что, вы же не пара? Нет, мы просто друзья. А сегодня друзья, завтра муж и жена. Да вы такие талантливые, такие красивые, такие молодые! А детки-то у вас какие-то красивые, а? А может, они и правы? Друзья, дорогие! Давайте выпьем за талантливых врачей, которые спасли моего Армена. За вас! Как сказал один великий армянский артист, Фунжик Макарчан, Я понял, почему миром правят одни бездарности. Они не пьют, а с утра начинают заниматься своей карьерой. Так выпьем же за тех, кто пьет! Я не знаю, что я знаю. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня ничего не нравится. А мне ничего не нравится! Ха-ха-ха! Да! У меня чё-то не нравится! Ха-ха-ха-ха! Да! Ну, ребят, в детексе, да! Смотри, какая. Смотри, какая. Смотри, какая. Смотри, какая. Девушка, меня зовут Зуропет. Что означает переводить платы получей солнца. Очень приятно, Олег. Извините. Петр Михайлович, а вы откуда? С вами, если вы не возражаете. Разомнусь немного. Да нет, пожалуйста. Позвольте, я открою вам дверь. Благодарю вас. Прошу вас, Вера Ивановна. Скорую вызывали? Да. Одну секундочку. Скорую вас спрашивают, вызывали? Михалыч! Таня Николаев. Товарищ майор. Здорово. Какими судьбами? Считай, что соскучился. Да. Ну-ка, Вась, давай, звони начальнику, говори, Михалыч. Петр Михайлович у нас в гостях. Не-не, мужики, не надо. Я, между прочим, к вам по делу. Я вам вот доктора привез. Знакомься, Вера Ивановна Казанцева. Здрасте. Здрасте. Очень приятно, Михалыч. Ну, теперь я понимаю, почему ты на скорую перебрался. Может, чайку? Ну, вообще-то мы к больному приехали. А, ну, сейчас, сейчас, Михалыч. Ну, мы тебя здесь часто вспоминаем. Михалыч! Петя! Здорово! Здоровой твой человек! Здорово! Ну, как тебе работает без нас? Да скучать не дают, да, Вера Ивановна? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ой, ребята, подождите. Доктора же надо проводить. Сержант, проводи доктора. Есть. Пойдем, пойдем, Михалыч. Первая война есть. Не-не-не, я за рулем. Мне про Михалыча столько рассказывали, никогда его не видел. А вы давно с ним работаете? Да нет, не очень. А кем на вас работал? Опиум в воинном отделе. В тяжелые времена, в девяностые. А вы разве не знали? Да это же была легенда, все мандюки его знали. Они даже кличку ему придумали, банщик. Банщик? Почему банщик? А вы сами у него спросите. Если он захочет, конечно, вам расскажет. Ой, или что у вас? Секты сатанистов, что ли? Да нет, на кладбище их поймали, могилы рыли. А то девчонки лучше загноялись, поэтому вас и вызвали. Карпиловский, Сашка. Так Карпиловский уже министерство. Да ладно. Да, перешел министерство. А почему он ушел? Мутная история какая-то была. Говорят, по состоянию здоровья на пенсию списали. Но лично я в это не верю. Михалыч мужик хороший, он фуру и сейчас любому молодому даст. Незговорчивый он был, прямой. Ну вы сами, наверное, прекрасно знаете, что я вам рассказываю. Ну да, наверное. Так. О, где тебе уши-то проколы? Олег Диан, от наших напитков рука тверже становится. Голова проясняется, сердце пламенеет. Держи. Ребята, если мы так гнать будем, я же на работу завтра не выйду. Эй, на стол не поставишь, на дны не оставишь. О, что я уж так что давай? Бей дадь на. Бей дадь на, бей дадь на. Браво! Пойдем! Девушка, я очень сильно извиняюсь. Можно вас пригласить на танец? Ой, я не могу. Я вас очень прошу, не отказывайтесь. Мы вас все очень сильно просим. Пойдемте, пойдемте. Пойдем, пожалуйста. Пойдем. Не, я посижу. Олег! Пойдемте. Да-да! Пwynемurar! Почти вянет 나타�ней жерcha. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они у меня оттуда выпадали только с чистосердечными признаниями. По одному. Вот, как говорится, испарилки с чистой совестью. Вот, Вера Ивановна, вот за это меня ребята банщиком и прозвали. Ну, только вы, я вас спрашиваю, Вера Ивановна, вы здесь никому это не рассказываете. Это совершенно секретная информация. Обещаю. Ну, слушай, вы с этим начальником ДЭЗа так классно поговорили. Да я с этим контингентом всю жизнь общаюсь. Это я умею. А вот, с красивыми женщинами как-то общаться не научился, честно говоря. Да ну ладно, Петр Михайлович. Да, ну а что? Я ведь все-таки мужчина холостой. А значит, что? А что? Что? Что, Петр Михайлович? Ну, Вера Ивановна, а не хотите сегодня после работы куда-нибудь сходить? В смысле? Ну, попить кофейку. Или можно что-нибудь покрепче. А, вы же за рулем. Ну, да. Ну, тогда только кофейку. И вы ничего не подумайте. Подождите. Подождите. Вы меня на свидание, что ли, приглашаете? Да, ни в коем случае. А вы пойдете? Петр Михайлович. Все, вы меня извините. Вы знаете, я совсем как забыл, как это делается правильно. Простите. Я тоже отвыкла. И потом меня так мило, еще никто на кофе не приглашал. Ну, так, может быть, пойдете? Петр Михайлович, я так устала сегодня. Честное слово. Вообще ни на что сил нет. Так что я, я поеду домой. Хорошо? Петр Михайлович. Я понимаю. До свидания, Вера Ванна. Все удобно. А для меня балет – это жизнь? Для меня жизнь – это когда… Вот сюда. Не знаю, когда… Да просто, когда люди вокруг с счастливыми рожами и все. Твоя скорая вообще одна сплошная романтика. И любовь, и радость, и слезы, и горе. Все вперемешку. И ты на своем месте. Ты настоящий врач. Не настоящий, видишь, диплом-то нет. Ну, так может, снова пойти учиться в медицинский? Да как я там буду с малолетками учиться? Я не представляю. Да и потом, я не помню ничего. Ни физику, ни химию, ни биологию, ни патанатомии. Ничего. Да. У меня сил просто нет. Ну, это же несправедливо. А где она в нашей жизни справедливость, Левка? А дочку отца забирать справедливо? Она будет. Главное, верить. Нам так наш педагог по хореографии говорит. Хороший педагог. Правильно говорит. Я бы очень хотел, чтобы Настюха у вас училась, конечно. Будет. Ты же веришь? Верю. Верю. Верю, очень люблю ее. А любовь делает чудеса. Потому что она сама чудо. Слушай, ты представляешь, прямо вот в этом подъезде живет врач нашей бригады. Казанцев. Устроит из себя профессора и не может отличить инфаркт от радикулита. Прям таки не может профессор же. А вот в том-то и дело, профессор в голове много, а руками ничего не умеет. Теория и практика разные абсолютно вещи. Понимаешь? Она все время пилит, пилит. Ты все делаешь не так. Все у нее все делают не так. Она одна все делает так, хотя она ничего не делает. Не знаю, может она втюрилась в меня. А может ты в нее тоже втюрилась? Я? Нет, нет, нет. Нет? Нет, ну мне другая девушка просто нравится. Не поздно для поцелуев, дочка. Так ты, дочь? Да. Только Маша домой. Домой, я сказала. Вер, я… У тебя репетиции, спектакли, карьера в конце концов. Вот о чем нужно думать, а не с мужиками по ночам шляться. Да, ты еще скажи, что он мне не пара. Безнравственный, безответственный, аморальный тип. Потащить молодую девчонку в ресторан с какими-то мужиками, это вообще нормально? Да это я его потащила. Эти мужики, мама, как ты говоришь, они прекрасные люди. Они Олегу хотели сказать спасибо. Он им брата спас. И вообще, Олег он чудесный. Его все очень уважают и любят. Особенно его бывшая жена. Даже ребенка ему не доверяют. Ты вообще в курсе, что его жена бросила? А значит не любила. Да для него кроме скорой ничего не существует. Ты понимаешь? Да он дочку любит. Он прекрасный папа. Да просто ангел с крыльями. Мам, да я не понимаю. Он… Да мы просто встречаемся с ним. Я не собираюсь за него замуж. Пока. Что? Замуж? Только через мой труп. Мама, а чего ты так завелась-то, а? Значит так, я запрещаю тебе с ним видеться. Я ясно излагаю? А может ты сама на него глаз положила? Что? Что? Музыка Музыка Ну так и скажи. Что случилось, Олег? Наша Лиза – балерина. Дочка Казанцева. Отомри, Михалка. Не, ну Санта-Барбара ела-мотала. Лиза, ну открой, прости меня, пожалуйста. Ну прости меня, но я сорвалась. Ну господи боже мой, я никогда в жизни на тебя руки не поднимала. Лиза, ну дочка, ну открой, ну давай поговорим. Лиза. Лиза, ну пожалуйста. Ну прости меня ради Бог. Лиза. И что ты делать будешь? Ничего, жить работать, я же никому ничего не должен. Хотя Лиза хорошая. Ну поговори с Верой Ивановной, так мол и так мне нравится ваша дочь. А Михалыч, ты сейчас слышишь, что у мамы разрешение должен спрашивать? Ну да. Вот именно. Ну а чего тебя тогда крутит-то, Олег? Не знаю, Михалыч, я еще от старых отношений не отошел, но вы начинаете. Эти дочки-матери. Погоди, Олег, так может тут дело в другом? Каком? Ну может тебе и Вера тоже того? Чего того? Ну, Вера тебе нравится? Михалыч, бензин надошелся. Привет. Здравствуй, Вер. Надь, а? Переведи меня в другую бригаду. Срочно. Может быть чайку выпьешь? Нет, некогда. Мне еще надо с новой бригадой познакомиться. Вер, ну так все хорошо начиналось. Я думала сработались. Прости, не сработались. Переведешь? Ну кого я к нему поставлю, Вер? Ну пойми, ну я всех уже перепробовала. Никто не может с Амариным работать. А у тебя с ним контакт. У меня с ним никогда ничего не может быть. Ясно? Ясно. Может быть он обидел тебя с чем-нибудь? Давай я сейчас пойду и разберусь. Надь, ну я тебя прошу, ну может быть не сейчас, но в самое ближайшее время. Я тебя не как начальницу, я тебя как подругу прошу, ну переведи, а? Хорошо, хорошо, Верулечка, хорошо. Я подумаю. Да, я подумаю. Надеешься переиграть Ольгу и адвоката на их территориях? Не, а сроки смотрю, пытаюсь понять сколько у меня времени. Перед смертью мне надо дольше шесть. А никто умирать не собирается, Михалыч, у меня есть план. Настюха должна до суда поступить в балетную школу и интернат. Интернат, звучит как-то не очень. Ты ничего не понимаешь, там все дети мечтают оказаться. И если она там окажется, то уже не я, а Ольга с адвокатом будут ущемлять ее права, если захотят увезти ее за три-девять земель от любимого балета, от радужных перспектив. Понимаешь? Понимаю. Дай-ка угадаю, кто подсказал тебе эту гениальную идею. Доброе утро, Вера Ивановна. Как спалось? Поехали. 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 Поехали.